Мы все на этой сцене Здравствуйте, Петрович. Я вам беседую Большое спасибо, что столько пришло у вас родных, людей, близких по духу Я, честно, удивлен и расстроен И еще, вот сейчас посмотрел фильм, тут столько рассказано про меня Я даже не знал, что это на самом деле Для меня это все новое, наверное, так меня кто-то воспринимает, наверное, им виднее Вот, ну, что мне хочется сказать Здесь, вот путешествуя по России, мне приходилось много раз быть в разных местах И вот, когда мне говорят, что Москва, это люди, жалочные люди, озабоченные материальным, люди не совсем такие, неправда Столько в Москве прекрасных людей, я вот сколько встречаю, все великолепное Ничем мне не отличается от нас, сибиряков, от дальневосточников, от юга Понимаете, здесь столько родных сердец, столько родных, близких Что можно говорить, что Россия не оскуднела И Москва, это одна из жемчужин России, надо это понимать Вот, ну, что я хочу сейчас сказать О своих вот, ну, небольших таких вот работ, которые только начались Я думаю, что тут про меня немножко они, ребята, тут рассказали Ну, для меня это слишком Вот, они только начались эти работы, я еще ничего не успел практически Вот, ну, все от того, что нелегко у нас, вот, идет путь, вот, поиска правды Почему? Потому что стоят такие силы, которые препятствуют этому процессу И преодолеть их очень сложно Особенно тяжело, когда бесконечный человек находится в бесконечной суете Вот, постоянный процесс вот этого, вот это выживание, выживание В течение многих-многих вот этих лет Россия практически последнее столетие только занимается тем, что выживает И вот в это время очень сложно что-то понять, разобраться, накопить, взять Все началось с того, что я стал преподавать в университете И читать свой курс, который написал Это «Психология народов Сибири» Этот курс можно найти в этом, в интернете Вот, и с этого момента, с этого момента я стал присматриваться к своим студентам И увидел, что студенты меняются То есть год от года все лучше, лучше молодежь приходит, она другая И у людей уже не интересуют эти вот материальные какие-то вопросы Где задето только удовольствие и накопление Все, люди стали интересоваться своим прошлым Но я, естественно, стал в этом направлении с ними работать И кончилось с тем, что около нас собралась небольшая группа людей Из молодых ребят И я с ними стал обдумать вопрос Как нам добраться до сокровенного Дело в том, что вот тут вы не знаете Мы-то там живем на востоке, там Сибирь, огромная территория гигантская И куда бы ты ни сунулся, там везде валяются какие-то артефакты Буквально они лежат, вот не надо копать Идешь по ним, керамика лежит под ногами Можно найти каменные какие-то, значит, самые различные орудия Можно найти железо, уже старое, но оно добротное То есть, а самое главное городище Там, там, там То есть то, что вот найдено на Южном Урале Этот самый знаменитый Аркаим Фактически, знаете, таких Аркаимов у нас сотни Сотни Аркаимов Причем интересно, что они такого же точно диаметра 140 метров, такие же солярные, круглые Все то же самое То есть одна и та же цивилизация И вот, когда мы стали заниматься Вот так спонтанно заниматься сбором этой информации То мы толкнулись, с одной стороны, на сопротивление научных кругов Очень сильное А с другой стороны, нам стало интересно Сколько же здесь погребенов Вот у нас здесь, в Сибири Это Кемеровская область, это Хакасия, это Томская область, это Красноярский край И вот получилось так, что до этого я много путешествовал И по моим книгам, вы, наверное, это видели, отследили Что мне пришлось объехать буквально весь север И был даже момент, что я чуть не оказался на Аляске Когда вот перестойка началась У меня такие мысли были туда отправиться И там тоже заняться теми же исследованиями Потом я еще о чем думал про Аляску Если туда попаду, я смогу написать книги Но получилось, что я и здесь могу их писать И есть такие силы, которые помогают в этом Вот Так вот, возвращаясь к тому, что я сейчас вам сказал Получилось так, что мы все пришли к одному выводу Что Сибирь это гигантская, огромная страна Сплошь покрытая руинами древней погибшей цивилизации Причем тут не только одна цивилизация А несколько, одна, вторая, третья Вот эти руины, они накладываются один на один Как, знаете, как пирог какой-то странный И вот мы стали этот материал собирать Вести какую-то подборку И я стал копаться в различных источниках Ну и что я нашел? Я нашел, тут показали Работы Галины Ивановны Перех Нашего исследователя из Томского университета Имя ее забыто Доктор наук, этнограф То есть женщина, которая впервые Обратила внимание, что Западная Сибирь На территории Западной Сибири В огромном количестве встречается Керамика чисто шумерскими Орнаментами Она написала книгу, монографию Происхождение Силькупа Всего эта книга вышла в 300 экземплярах Я нашел эту книгу Когда посмотрел, то вздохнул Думаю, что же ты, уважаемая доктор наук Раньше-то об этом ничего не сказал Ну понятно, если бы она что-то сказала Ее просто в порошок стерли Значит, надо было еще раз это все проверить И вот, чтобы этим делом заняться Мы, моя вот эта небольшая группа Мы решаем построить небольшую базу Создать, значит, экономическую какую-то структуру Чтобы вести исследования самостоятельно Потому что помощи от русского географического общества Никакой Тогда еще этого общества Еще оно не возродилось Еще его и не было Мы начали свое дело Когда Россия была Это был как раз 2003-2004 год Сами понимаете, что творилось И вот постепенно эта база выросла Мы создали на свой, так сказать, небольшой флот Там организовали катер Приобрели, потом приобрели лодки Приобрели там все необходимое И занялись исследованиями Вот Но около нас здесь, вот где это Север Томской области Здесь, естественно, копать ничего нельзя То есть надо быть археологом, чтобы копать Нужен белый лист, то есть чистый Чтобы работать, значит, нужно разрешение Ничего подобного нам никто не даст Потому что среди нас не было ни одного профессионального историка Но мы стали искать тогда уже контакт С историческими кругами, с нашими историками И что получилось? Мы начинаем работать в этом направлении А нам везет тормоза А нам говорят, да ты что? Это вообще керамика? Да, мы знаем про эту керамику Мы давно знаем, что это идентичное Что у шумеров орнаменты Что здесь Одинаково Вот огромные территории Начиная от приполярного уэла Окончая Кемеровской, севером Кемеровской области И даже по Томи еще дальше Мы это назвали кулайской культурой Ну хорошо, вы здорово придумали Шумерскую керамику Древние шумерские, значит Духовные какие-то, значит Эти самые Ну Будем так говорить Разработки на глине Любой орнамент Это что-то Отражение духовного пласта На материальном Вы это передали Каким-то Какой-то странной культуре Кулайской Было ясно, что это подлог И вот, значит Мы что делаем Два года назад Мы организуем Уже подготовились хорошо К экспедицию Для того, чтобы проверить Два капища Я писал свои книги Как эти капища были найдены В первой моей книге Там это все есть Кстати, все мои герои Они Невыдуманные герои Все герои Некоторые герои И сейчас живы Здоровые С ними ничего не случилось Я только поменял Немножко фамилии Чтобы их не обижались Они на меня Вот Так вот Значит И кто читал первую мою книгу Мы туда попадаем Это место Правда Прошло 12 лет После первого моего Посещения этих мест И везем с собой археолога Везем археолога Уже нам все-таки дали Археолога Нашли парня Но этот парень Знаете Честное слово Откуда взяли Наверное В какой-то пещеры Что ли Его вытащили Я не представляю Он вообще не знает ничего Он знает только книгу Книги и все Вот он ничего не знает Что Сибирь была занята Когда-то Юг Сибири Динлиними Что Динлини проникали В Китай И владели Китаем Что Джонсы Это те же самые Белая раса Что Белая раса Управляла когда-то Китаем Для него Вот знаете Я просто удивился Узкий Узкая такая специализация Вот селькупы Ханты Манси И вот он знает Что вот это надо Так сказать Вот беречь Хранить Он охраняет памятники И когда мы его привели На эти капища Знаете Смотреть на человека Было просто и больно И обидно Он Он Смотрит глазами Говорит Я вижу Я не верю Что я вижу Я говорю Ну ты вижу Три стены Одна стена Вторая стена Третья стена Часть Часть стен Обрушена Уже много-много прошло лет И река Размыла Все Керамика Трещит под ногами Сонешься Руку Дерешь Вот она Кусок Сделан на гончарном круге Очень красиво Все это Все изображено А с ним Истерика Началась Потому что Представьте Программа Программа Вбита Этого ничего не может быть А самое главное Что вот эти вот Находки Они на 8 километров 8-10 километров От реки Вот Все кто исследует Сибирские народы Все наши этнографы И там археологи Они по рекам Ориентируются По реке Там Все эти селькупы Ханты Все эти местные Местные народы Сибири Они жили только по рекам Далеко они От рек не уходили А здесь 8-10 километров Потом Когда мы Начали Исследовать вокруг Всю эту местность Два этих капища С этим парнем Эту истерику Там пришлось Остановить Чуть ли там На него Цыкать пришлось Ты молчишь Что ты орешь Не трогайте Здесь трогать Ничего нельзя Это запрещено То есть нам дали человека Который Не помогать пришел А наоборот И давать нам Ничего найти Нам взять Кусок этой глины Из-под земли Вот она сверху лежит Ты не имеешь права Ну все по закону Все действительно Но мы же не копаем Парень Ты историк У тебя есть лист Бери и копай Да даже если у тебя нет Ты имеешь право Выкопать какой-то шурф Там полтора на метр Ты можешь посмотреть Мы его просим Сделай это Пожалуйста Ради нас Мы же русские И ты тоже русский Ведь это же наша Наша культура Наш народ Ведь эти вот капища Построены кем Стариком Хаттабычем Или кем они Марсианами Ну капища-то Солярные А здесь жили шаманисты Шаманисты Никакого отношения К солнцу не имеют Капища типичные Такие как вот здесь Стоят у вас Как вот Мещури стоят Как стоят на юге Под Днепру Там по Припяти То есть Это одна и та же Культура Одна и та же Все тоже Вот И они давно Описаны еще Рыбаковым Эти капища То есть Натуральное Славянское капище В центре Сибири А для него Никак не доходит Так вот Когда мы Его успокоили Курик Стали смотреть по сторонам И что же мы там находим Мы там находим В общем 5 дней работали Мы 5 Нашли Два капища И 5 городич 5 городич Со стеной уже обрушенной Они деревянные Но валы стоят Рвы стоят Все эти дома Большущие Здоровенные В некоторых местах Там по 40-50 Западим То есть Это большие Огромные дома И Они на расстоянии Трех километров Но от реки От реки Это 8-10 То есть Этот наш археолог Бегает глаза Выпучив Не знает что думать Потому что До него начало доходить Что Здесь что-то не так Что Но скорее всего Люди здесь жили тогда Когда еще Не было леса Когда тайги не было Когда тайга шла по рекам Вот И В стороне Холодная степь Вот эта мамонтовая Холодная степь Несколько тысяч лет назад Когда еще тайга Не распространилась И люди Либо на линиях ездили Либо они ездили на конях А может быть И на чем-то другом То есть Здесь Ну я не веду Индрик Зверь это Зверь Индра Или мамонт Может быть и так Есть предположение Вот как сейчас Уже выясняется Что лось Вот современный лось Это Он и домашний был Когда-то И сейчас В настоящее время Лоси еще имеют В своей генетике Вот эту тягу к человеку Возможно Кто-то здесь И на лосе На лосях катался Потому что Если лес Лес Да То лося Можно А лес были реки Можно лося садить Держать Но вся эта культура Она в стороне находится И вот Когда мы Все-таки Собрали этот материал Нашли там бронзу Нашли мы кусочки Медик Все это Собрали Отдали ему На исследование Нашему археологу Дрожащими руками Он там взял Но взял так Вот взял Значит Без 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 орнамента Чистую керамику Чтобы орнамента Никакого Он выбирал А вот орнамент Мне не надо Вот это я возьму А это возьму Для своего отчета Он это все взял Ну что жалко Человек был Посмотрели Подумали А кто же за ним стоит Почему так по башке Это ему надавали В чем дело Почему он так боится Правды Ведь казалось бы Надо радоваться наоборот Что вот пожалуйста Целая культура открыта Причем эта культура Которую никто не знает Там Галина Ивановна Только зацепила И то она отнесла Это к селькупам А тут получается Вообще И зона разрыва Надо смотреть Считать Сколько лет Короче говоря Ну что Я пишу Отчет экспедиции Написал отчет Отдаю в РГО Уже тогда РГО Появилось у нас Мы все стали членами Русского географического общества Казалось бы Должны это все напечатать Все опубликовать Понятно что Если солярные капища Странные городища И да Еще крепость нашли Шестое Еще нашли Шестое Здоровое Такое поселение Мощное там Стены высотой Сейчас стоит Больше четырех метров Вот Целый замок Стен уже нет А вот волны-то стоят Все это хорошо видно И вот представляете Тишина Тишина Вот мертвая тишина По всей стране Никто не обращает внимания Никто даже не замечает Тишина такая Что гробовая И вот Что получается Мы что делаем тогда Давай попробуем немцев привлечь Может быть в Германии Начнется какое-то движение Потому что Фактически Это уже прородина И германцев И славян И балтов Это единая прородина Вот И отсюда Племена Шумеров Ушли когда-то на юг Они ушли Их след Кстати хорошо прослежен Через Северный Кавказ Через Украину Там есть такая Каменная могила Где шумерские письмена И потом они ушли на юг То есть Огромная Огромная Вот эта вот Дорога Шумеров Она отслежена И через Дербенский проход Все это Историки там Наверху Все знают Но для нас То что Мы пытаемся Донести Саму народу Вот тишина Никто Ничего И тогда Значит Когда мы решили К немцам обратиться Съездили в Германию Там у нас спонтанные Две экспедиции получились Потом третья Потом четвертая Там Нас окружили Люди Свои Оказались Немцы Заинтересованы В общей прародине И что Когда вот Мы попали в Германию Я возмущаюсь Что у нас происходит В России Но когда в Германию попали Вот где беда-то была Потому что Вы понимаете Их в течение Примерно Где-то 400-500 А то и больше лет Им внушали Что все Все европейские народы Индоевропейская Вот это вот Этот локус Этот кусок Он весь Вышел из Европы И натуральность Германии Северная Германия Вот так Вот как там Они могли вместиться Где-то только 500 племен Одних не этих Германских племен По истории 500 А там они Якобы где-то По Рейну жили Ну 500 Куда А еще славянские племена А еще нужно Балтов А еще нужно Туда затолкать Еще даже Армян То есть Получается что Ну некуда Там Каждая племя Из трех человек Будет состоять Они начинают понимать Что что-то не то Что их просто Их обманывают Они нам говорят Вы там занимаетесь Наверное вы правы Потому что мы понимаем Что у нас здесь В то время Когда еще не было Ни земледелия Ни скотоводства Охотничье хозяйство Разве прокормиться Всем этим Вот племенам На этой маленькой Европейской территории Значит давайте Вместе будем Искать общую породину И вот когда Мы начали С немцами работать На следующий год Экспедиция наша Была уже С ребятами из Германии И вот Тут мы поглядели Что А приехали на это же самое место Мы Вот туда же Приехали Чтобы еще этим немцам Показать Вот эти два капища Все И вы знаете Как интересно Получилось Я не буду Назвать фамилии Этих людей Из Москвы Там оказались люди Которые Вперед нас Туда приехали На скоростном катере Вот И вооруженный До зубов Их там было трое Ну и наш катер подошел Почему они Вперед нас Подъехали К этому месту Кто-то им сказал Как это Как-то они рассчитали Вот именно Эту протоку Только не знали Куда идти Но я Сначала подумал Что ребята Просто очень сильно Заинтересовались И наверное Желают Увидеть Это все Своими глазами Я их приглашаю И говорю Пойдемте Я вам сейчас Все покажу Вы же все это увидите Они Сходили так вяло Посмотрели Плюнули Собрались и уехали Спрашиваются Зачем они приехали Что им надо-то Вот этот вопрос До сих пор Не ясен для нас Но интересно Как это получилось Что мгновенно Там оказались москвичи Хотя только Вот про эту Первую экспедицию Мы знали Вот маленькая группа людей Знала и все Ну вот с нами были Я еще повторяю Двое немцев с нами были Один немецкий Националист Был такой Не надо пугаться Слово националист Это наши люди Это хорошие ребята Немецкие Вот И вот Началось с этими немцами Они вот смотрят Как с этим археологом И говорят Нам это непонятно Почему нам говорят Врут-то нам Сплошное вранье А тут у вас Вот все лежит Все на глазах И я еще таблицу взял Уже не своя таблица Там Таблица академическая Говорю Смотрите ребята Вот Вот они шумерские Вот мы находим Вот валяется кусок черепицы Черепок Берите Смотрите Вот Вот А то же самое Они вот так Перебирают Смотрят На меня вот такими глазами Видите Как нам Мозги вправляют Понятно И уже стал Этот немец Франк Объяснять На немецком языке Через переводчики Говорят Я понимаю Я все понимаю Георгий Я все понимаю Что делать с семитами-то Мудрыми семитами Самыми древними Что с ними бедными делать Потому что Нам внушает течение Даже Блаватская написала Что Кевтоны Происходят и славяне И из первичных семитов А что делать Если получается Что славяне Шумеры Значит Германцы Вот Балты Все предки Вот этих вот Всех индоевропейских Полемен народов Ну будем говорить Арии Да Потому что это нормально Арии Это древнее Древнее санскифское название Слово Благородный Вот Высокий Духовный Вот Все это Оказывается Один народ Только разные Разные ветви Одна ветвь ушла на юг Вторая ушла на запад Третья ушла куда-то на восток То есть Вот она Сибирь матушка Ну конечно Я только слушал И пожимал плечами Я понял Что немец все понимает Знает И мне рассказывает И удивляется Съезди франк в Германию И там все своим расскажи Напиши там статьи Чтобы вы знали Откуда мы происходим Ты Вот мы Происходим Все И индейцы Инды И иранцы Вот Потому что это все Вот оно Вот Если мы вместе То есть А шумерская цивилизация Уже сейчас Вы сами понимаете Она самая древняя То есть Уже ученые признали Что древнее шумеров Никого Ну Детяне где-то Примерно на одном уровне С шумерами Вот Теперь уже Очень трудно поспорить Вот поэтому Тишина Понимаете Тишина Тогда я что делаю Я пишу эту книжку Вот свою Вы наверное знаете Там Северные и Вишние богов И кромешники И там Кратко рассказываю О первой нашей экспедиции Вторая экспедиция Я еще ничего не стал писать Потому что Она была интереснее Там с нашим этим Археологом Истерики были Все это описать И люди будут хохотать Умирать со смеху Но это Понимаете Смерть-то сквозь слезы Просто сквозь слезы Никому не надо Вот наша история Подлинная Никому она не нужна Вот какая ситуация И тут невольно Аж больно становится Нам что Нам внушают Ведь Понимаете Политика Куда не бросишь Везде политика И причем Эту политику диктует Запад Они что делают Они пытаются внушить Что огромные территории Сибири Начиная от Урала И кончая Значит Тихим океаном Это все Здесь мы Русские Мы не на своей земле Мы пришли Завоевали Захватили А тут жили какие-то племена Какие-то народы Здесь Северные Там На востоке Азиаты В центральной Сибири Тунгусские племена Там на севере Самодийские Угра Фины Это на Урале А мы здесь Пришельцы И мы завоеватели А получается Если посмотреть В глубину веков То получается Что мы здесь Хозяева Просто вернулись На свои земли Ушли Потом вернулись Вот что получается И вся эта Абигантская территория Она принадлежит Именно Нашему этносу Нашему народу Я хочу Что сказать Что Раскопки О которых мало Известно Вот Которые идут Так сказать Древние Трех тысяч лет До нашей эры По всей Сибири По степям Сибирским В Казахстане В Средней Азии В самой Монголии И даже На территории Китая В китайской Вот этой вот равнине Везде Подымают Из-под земли Черепа Белой расы Нашего народа И наш череп Наша культура Все наше То есть получается Что на самом деле Сибирские народы Это Второе Напоставание Они пришли Так давно И вот я тут Стал заниматься Этим вопросом Вам интересно Что я рассказываю Что территория Это все-таки Наша Они И мы Хозяева Там Это надо понять У нас пытается Отнять Из политика Потому И молчок И молчат Про это И вот Когда я Залез в эти дела Разбираться Оказывается Не один Я такой Оказался Со всех сторон Ладно Меня хоть пока Не трогают Меня трудно взять Потому что Я экономически Никак Ни от кого Не завишу Правда Меня тогда уже Выжили из университета Но это не страшно Было Не опасно И узнаю Что еще один Такой есть Друг Он работал В канадском Музее Был доктором И очень много У него там Было Студентов Последователей Читал лекции В канадских Двух вузах По истории Америки Это Томас Ли И этот Томас Ли Залез Туда Куда не надо То есть Он тоже Как и я Как наша группа Стал заниматься Археологией Историей Севера И что же он Находит Он находит На сейном Материке На баферной земле На территории Северной Канады На Аляске Находит черепа Белой расы Не только черепа Находит Но и культуру Белой расы Различные Значит Вещи Которые Типично Типично Вот с нашими Славянскими Древнеславянским Поверной С культурой Афанасьевской Очень сходной Афанасьевская культура Три тысячи лет До нашей эры Она По всей Азии Была тогда Распространена Белой расы Короче говоря Этого парня Он обращается Он обращается К эскимос Он говорит Кто это До вас Тут жили люди Они говорят Да-да Тут жили До нас Они научили нас ловить китов Они научили нас добывать моржей На тюляне охотятся Они нам дали одежду полярную Они Вся эта культура Она не наша Это нам туниты дали Туниты Белые люди Белой расы Которые здесь расселялись По всему северу Америки И по всему северу Азии И вот только за это открытие Этого парня В общем короче Решили всех его званий научных Выгнали Со всех Где только можно Отовсюду Выгнали С работы И сейчас он Женат не выбросил Такой неудачник Никому не нужен И он уехал сейчас там Один с сыном Где он сейчас Я не знаю Я даже в книге написал Потому что Видите Задел табу Табу Которое трогать нельзя Что Верь Что север принадлежит Вот гигантская территория Севера И Америки И Азии И Европы Это Это наша прородина Это прородина белой расы Нашего народа То есть А если взять По большому счету То гоплогруппы Р1А1 Северная гоплогруппа Ну это отдельная тема Чисто генетическая Вот Ну и вот что тут получилось Когда Стало понятно Что мы тут Связаны с политическими вопросами И на Сибирь смотрят Некоторые силы Облизываются И хотят Нас тут обвинить В том что мы тут захватили Вот И мы тут управляем И тут вообще гости И нас надо вообще отсюда послать Вот Вот на территорию Великого Владимирского княжества Собирается там Так сказать Мировое правительство Создать наше Чисто национальное Русское государство А все остальное Прибрать к рукам Вот какие дела Я стал понимать Что дело серьезное Вот А Идет процесс Знаете Когда он запущен Остановить то трудно И вот Звонок Один Второй Третий Десять звонков Двадцать И все это складывается И везде говорят Мы на Урале Нашли там Интересные вещи Мы нашли На территории Днепра Там курганы стоят Там пирамиды Там Значит Ребята с Украины пишут Наши ребята Нас там Вот это Вот это Георгий Алексеевич Ну как нам Разорваться На все Просто понимаете Волна пошла Это волна Потом Начинается Письма приходят Уже поближе С Алтая С Горной Шории Приходят Письма С Саян Даже С Хребта Чевского Там В хребке Этот Оргатас Гигантские Просторы Хребта Чевского Между Между Колумой И Индигиркой Там вообще Пустынное место Там пирамиды Гигантские Огромные Больше Египетских пирамид Руин и городов Представляете Это пишет мне Люди Которые там Кто-то на вертолете Пролетел Увидел в тумане Кто-то Кто-то проехал На оленях И они Каким-то образом Узнали Что мне это интересно Вот нам интересно И все это пошло на нас Вот И вот мы решили После экспедиции Весенний Прошлый год Махнуть в Горную Шорию Тут рядом Недалеко от нас То есть мы решили Тут собрались В Томске Базу Такую у нас Там у нас база Небольшая в Томске Ехали из Красноярска Ребята с Барнаула В общем такая экспедиция Все славные ребята Отличные парни Ничего не боятся Вот И поехали К нашим друзьям В Горную Шорию В Горную Шорию Там Вообще Интересно Получилось Значит Два геолога Они там всю жизнь прожили Там еще один И славный человек Он создал Прекрасный музей Музей обалденный Он сам этот музей создал Вот эти Два геолога Этот вот третий Исследователь Самоучка Гениальный Мужчина Между прочим Вот Они вот это все Организовали Такую Могучую кучку Местного значения И вот они на эти руины Вышли Но не знали Что делать Потому что на самом деле Там такие руины стоят Какие не снились Ни египтянам Ну И не шумерам Не снились Никому То есть это Что-то ужасное Непонятное И вот они Как геологи Они понимают Что это рукотворное Ну как Высота Более тысячи метров Глыбы Достигают Кирпичики Там Двух тысяч тонн Мы посчитали Ну Некоторые Камни Внизу В фундаменте Заложены 780 кубических метров Около 800 кубических метров Гранита Представьте Чистый гранит Вот так Ну как Вот это вес И как на такую высоту Тут Невольно Голова Глаза-то видит А голова-то Никак Не принимает И вот они Решили проверить Свои собственные выводы Нас позвали Мы приехали Вот наша группа Туда приехала Мы там Поднимались Ну не буду рассказывать Это там много было приключений Как раз Мы немножко опоздали Там уже снег выпал В горах Наверху Тут ребята Которые были в экспедиции С нами здесь сидят Тут эти герои Рядышком с нами Короче Мы все Туда Ворвались Наверх Ну и что Ноги нас подкосились Как взглянули Вот И не знаем Я сразу понял Эту геологу Потому что на самом деле Сознание Такое не принимает Бальдерская терраса Там одна только такая Глыба Около двух тысяч тонн Дежит И то в каменоломни А здесь все стоит Такие же огромные Причем стена Гигантская стена Она пробита В трех местах Пробита Явно каким-то Мощным оружием То ли Может быть Плазмой какой-то Как вот в Тунгусской Тайгерману Потому что Чтобы такую стену Развалить атомным ударом Это тоже надо Какой удар Вот Может быть даже Какой-то термоядерный Но мы-то попробовали Значит Дозиметрами Радиации Нет Радиация в норме Причем интересно Что три дыры Одна Вторая Третья Эти глыбы Недалеко-далеко Как пушинки летели Огромные По 200 По 150 тонн Они улетели Метров на 50 Там на 60 Все свалились Эти глыбы В кучу Но часть стены Сохранилась Вот Мы стали смотреть Изучать Ходить Снимать Потому что Это было Просто потрясающе Ночью Ночью не спали Первую ночь вообще не спали Мы рассуждали Что же это может быть Потому что Такое чувство печали Вот смотришь Аж сердце сжимается Там сам Иёк был Один парень из Индии Он там в Индии прожил Он говорит У меня же сердце сжимается Аж больно Вот на это всё смотрю Вот А некоторые глыбы Наверху оплавленные И выгоревшие Там как гранит горел Видно как это Жёлтое Жёлтое Белые такие пятна Горелого этого гранита Вот Ну и что там ещё Было интересно Оплавленный гранит И Вестанин он просто тёк Такая была температура Он не горел Все их удавят И вот внизу Такие волны Волны гранита Низ выложен Мегалитической кладкой Гигантской Мегалитической кладкой Вверх весь Весь выложен вверх Это Кладка полигональная Точно такая же Как в Перу В Боливии Вот Как В Теланако То есть там примерно То же самое Но здесь глыбы Больше Здоровее То есть Цивилизация Похоже Одна и та же Всё это строила Но там Это по сравнению С то что здесь стоит Разница большая Просто по весу По массе Масса здесь гигантская Такое впечатление Что Просто Они были как-то Либо отливались Эти глыбы На месте Либо их лишали веса Лишали Это Кривитационного поля Вот тут оно не работало И переносили Каким-то образом Складывали Страшивается Зачем Вопрос стал Зачем Вопрос этот серьезный Вот Зачем такая Гигантская Жуткая работа И почему Все разрушено Причем разрушено Войной Вот Когда занимался Сбором Данных По древним войнам Ядерным Был такой Очень хороший Ученый Моисеев И у него Был Когда-то В экспедиции Шимшук Вы Шимшука Наверное знаете Единственный Кто остался Жив Из этой экспедиции Так вот Если бы им Это все показать Они просто Этого не видели Где-то они в других местах Были Хотя много открытий Было Но вот это Тут все буквально На глазах И что интересно Когда мы попробовали Компасом Примерить поле Вот Как магнитное поле Оказалось Постоянно действующее Отрицательное Магнитное поле Физики отказываются В это верить Ну вот магнит Отталкивается К любой стене Вот так И вот Когда мы забрались Там Нам повезло с погодой За следующие два дня По-моему Снег растаял Мы смогли подняться Еще выше Когда поднялись выше Взяли бинокли Посмотрели Там Верьте Вот пока смотришь бинокли Вот сколько видишь Все руины стоят На вершине гора А потом Когда обратили внимание На цирк Вот стоит вот такой цирк Вокруг Все выстроено здесь Странными Вот этими обелисками Там обелиски стоят Вертикальные обелиски С перекрытиями В общем Целая страна руин А в центре Пирамида стоит Ну пирамида-то Она заросла Лесом Да Там на ней лес Типа как Китайские пирамиды Но эта пирамида Примерно Ну высотой 800-900 Может даже до 1000 метров Она чуть ниже нас была Вот чуть-чуть Острая Четыре грани Четко Хорошо Хорошо снимается Видно Стоит пирамида Она типа как в Боснии Пирамиды Только здесь Вот В горной шове То есть Целая разрушенная Цивилизация И что мы Мы делаем Мы снимаем фильм Мы снимаем фильм Потом поднимаемся На две другие вершины То же самое Там уже нет Этих стен Там другое Там другие строения Там вот так Поставлены обелиски Плотно поставлены Одинаковые На платформе Платформа ровная Вот И местами Есть перекрытие А местами Перекрытий нет То есть Они сброшены Там тоже была Бомбардировка Почему? Рушили по страшному Там воронки Лопнувшие Эти обелиски Некоторые упавшие Вот как знаете Как Домино Когда по фишке поставишь Вот Самый глухой телефон Когда они падают Тут именно так же лежат Эти обелиски Местами Очень следы Гигантского разрушения Мы все это поснимали Там Фотографии Все Вернулись Надо было возвращаться Время уже Придавило нас Вот Тоже Ну что тут Стали думать Вот мы уже несколько Два-две-три ночи Никто даже не спал Люди так Услут два-три часа И у каждого какая-то идея Вот собираемся И думаем Но что мы можем решить Тут нужны физики Тут нужны Какие-то другие ученые Не нашего уровня То есть Что это? Ясно что Пришли к одному выводу Какие-то мощные Энергоцентральные Скорее всего И то откуда Вот пришло в голову Когда Изучали Остров Пасхи Там Примерно то же самое Вот так же стоят эти Моа Моа На платформах На Аху Ну там Остров Пасхи Он из трех плит Там три плиты В него упирается И гигантское давление Платформа Систическое давление Там испытывает И в любой момент Она может просто Уйти на дно Океана И частично Остров ушел Там есть дороги Которые идут По дну океана Вот И начали заниматься Вот этим вопросом Для чего строились Моа Тем более Что эти все Моа На одно лицо Там Некоторые ученые Говорят Что там Разные Разные лица Ничего подобного Все на одно лицо Все одинаковые Начали придумывать Что это Якобы их не вождь Хота Матуа Который их привел И они Этот портрет 600 портретов сделали Этого Хота Матуа Это тоже глупость какая Зачем ему 600 Этих портретов А когда Физики стали заниматься Сейсмологи Там оказалась Такая вещь Что в этих местах Где стоят Эти вот статуи Оттуда прет Очень сильный поток Из-под земли Напряжение Сейсмическая энергия Она просто Выплескивается И она сбрасывается В пустоту То есть В атмосферу Через Вот эти вот Эти вот статуи Это всего-навсего Антенны для сбросов Вот поэтому Когда мы Да там Про остров Пасхи Долго рассказывают Там часть Статуи Когда упала Там была война Потом Начало остров Трести Эти самые Чилийские власти Решили восстановить Эти статуи Когда восстановили Перестались Эти самые Тряски То есть Землетрясение Прекратилось То есть На самом деле Ученые действительно правильно Там немцы работали Американцы Чилийцы Они правильно Пришли к выводу Что это действительно так Да Вот И вот мы тоже Пришли к выводу Что это Какие-то мощные Электростанции И на централе Но Они выбрасывали Эту энергию Они до сих пор Ее выбрасывают Потому что Хотя там Все разрушено Но эти вот Обелиски До сих пор Работают Потому что Там когда находишься Это ощущается Очень сильно И еще интересно Обелиск стоит А прожилки Кварциды железа Вертикальные Вот такие Жилы вертикальные Такое впечатление Что Что кто-то их отливал И специально Кварцид железа Вставлял Вот такими жилами Толстые такие Жгутые Мы взяли на анализ И Просто Либо это Вырезали И ставили Именно в таком направлении То есть Выброс энергии Это Наше предположение Что какая-то Цивилизация Пользовалась Вот этими Электроцентральными Какая-то энергия Текла куда Мы когда посмотрели По компасу Четко на север Четко северное направление И вот что тут скажешь Тут невольно Возникает вопрос О нашей прародине О реальной гиперберии То есть Это энергоцентрали И все что там стоит Это все Руины Той Древней цивилизации То что не уцелело Как доказать Вот Тут могут Скажут А ты тут Полетешь Да Вот такое мнение А почему Тут уже работает Знаете Они сами Вот эти вот Те кто пытаются Сказать что этого нет Они как раз и помогают Нам понять что это так Дело в общем Когда Мы уехали Разъехались По Своим городам Естественно Вся наша группа Она связана между собой По телефону По переписке Все мы Мы работаем в этом направлении Пытаемся разобраться Что же мы увидели Что же мы нашли Потому что целая цивилизация Гигантская Разрушенная В Сибири Вот Но мы только поняли Что мы увидели Часть какую-то Мы очень маленькую часть Это может быть Один процент То что там еще Мы не знаем просто Это тоже нам было понятно Вот Но Мне звонит Один парень Наш Наш Провойник Вот Наш прекрасный Друг Звонит С горной шори И говорит Я нашел документы Саша Позвонил Вот И говорит Я документы Нашел Георгий Вот такие документы До 72-го года Территория была закрыта Полностью И как Как могли закрыть В Советском Союзе Территорию до 72-го Ты что говоришь Закрыто полностью Под американцев Вот тут я уже растерялся Ты что плетешь Какие американцы До 72-го года Американцы Ты что Откуда они взялись Все Вся территория Мы же туда не могли проникнуть Мы там даже не были Мы там геологи Но мы не были В этих местах Все это было отдано Американцам На поиски И разработку Золота И огромная Горная страна Вот примерно По площади Она больше Швейцарии Все это было Пустыня Там пустыня Там никого Там никого А потом стали После 72-го года Вокруг по дорогам Ставить лагеря Заключенных Уголовников И перекрыли Все Доступ туда Вот как получилось А когда эти лагеря Были убраны Их дороги Открылись И вот тут Все и вылезло Вот видите Как вышло Значит что Кому-то Было Уже в советское время То есть Кто-то В советское время Это дело Закрыл Чтобы никто Не знал Мы говорим Советский союз Вот он И советский союз То есть и советский союз Также управлялся Западом Как сейчас Управляется Россия То есть Процесс тот же самый Когда я это Узнал То все стало на место Почему-то раньше Никто Не обратил на это Внимание Все Вот буквально Недавно Это все Вскрылось Вот Ну а что тут Скажешь Конечно Грустно Сейчас надо Заниматься Этим делом Я В Томске Собираю Людей Значит У нас там Собрание Такое Спонтанное В университете Получилось Разные ученые Собрались Я говорю Знаете что Вот вы здесь Все Кто физик Кто химик Кто географ Там геологи Все вы Все здесь Все доктора наук Все тут Кандидаты У всех регалии Давайте Кто нибудь Скажите Что вот это И фотографии Пустил Поедам И вы смотрите Что вы скажете Они Смотрели Чесали себе И репу Говорят Ты где это Все нашел Я говорю Вот нашел Приехали недавно Вот нашел Смотрите И никто Ни один ученый Ни один Не сказал Что это не рукотворное Никто Все говорят Это Разум Это сделано Это Потому что Гранит разный Серый внизу Сверху Красный Как он меняется Как в шахматном порядке Ну все это Говорят Ты где это нашел Ну вот я им рассказал Они только растеряются Они не знают С какой стороны К этому подойти Тут же Предложение Георадар Тут же Предложение Помогать Начинается Целая Целая волна Честных ученых Которые готовы Нам Пойти с нами В эти горы Вот так Закончилась Наша Вот эта вот Экспедиция Вот Прошлого года Понимаете Ну а дальше Какая реакция Дальше наверное Если вы читаете Мой сайт То наверное знаете Что получилось Мы что делаем Выставляем на сайт 500 фотографий Горной шови Через два часа Сайт исчезает Сразу Понимаете Ну смешно Ну смешно Вот смешно И сервер исчезает И копия Тут же сгорает Все Все погибает Сразу Это значит У кого-то нервы сдали У кого-то нервы сдали У кого вопрос Это надо нам Надо вот Все вместе Разобраться У кого Вот И Там получилось Кто занимался этим сайтом Один парень чуть не погибает Вот какие вопросы А прошло некоторое время Ну сколько там Может быть месяца два Эти же фотографии ушли в Германию Там немцы очень хорошо Приняли это все Сразу Потому что они же Они тут с нами В экспедиции Их вот в этой Не было Но мы же Постоянно общаемся У нас связь С немецкой группой Наших ребят Вот Они оттуда мне Звонят Дескать Георгий А Ватикан Недоволен Вот получается Ватикан Марсиане бы еще Недовольны были Что у нас здесь в Сибири Чем он недоволен Ватикан Что мы вот нашли Вот такие вот вещи Понимаете Ватикан Недоволен Ну что тут скажешь Вот и все Вот ответ Так вот Идет сейчас Вот куда ни сонешься Везде битва за Россию Идет война И идет она Информационная И настолько она Серьезная Настолько она Такая Я бы сказал Подлая Потому что Иногда такие вещи Придумываются И такие вещи Созидаются Вот Факты Факты отрицаются Отбрасываются На факты И то внимание Обращают А придумываются Различные мифы Которые тут же Транжирятся На всю страну И Людей Натурально Взрывают У меня есть время еще? Нет? Есть время? Значит Вот я хочу Немножко На эту тему рассказать Потому что Это касается Ведь дело в том Что Восточная Европа И Сибирь Это единая Это две платформы Ну тут три платформы Там горная Потом центральная Вот эта Западно-сибирская И через Урал Восточная Это три платформы На которых стоит На которых стоит Россия Стоит это все Наша земля Огромная наша земля И отдавать ее Ни в коем случае Никак Никому Вот Нельзя И надо это понимать Потому что Исконная наша земля Наша там Кровь наша Там наши Наши предки Живет тысячами лет И вот Если На следующий год Нам удастся А мы обязательно Поднимемся в горы И обязательно мы Еще раз Все проверим Сейчас приехали Эти ребята Вот Все трое Все эти три героя Из горной шори Были у меня Перед отлезом сюда К вам И значит Мы наметили Общий план работ Они сейчас найдут Проходы К другим вершинам И К пирамидам Которые там стоят Чтобы следующий год Чтобы нам не крутиться Не вертеться Там искать Эти дороги Они сейчас Все это весной сделают И осенью А мы опять соберем Своих людей Пригласим еще Из Германии Может быть Из Британии Там тоже есть свои люди Не думайте Что там Амглосаксы Все с ума посходили Там лес тоже нормальный Ребята И Все пускай Они своими глазами увидят Узнают Откуда все пройдет Это идет Именно Сентральной Азии Из России И Европа Это уже вторичный Вторичная волна Переселения Древнейшая Вот это вот Все это Центральная Азия Сибирь Север Пускай Это они своими глазами Убедятся Увидят И пускай Это говорят Своим людям Что История В общем-то Требует Пересмотра Дошло До смешного Сейчас из Германии Звонят Мне говорят Георгий Приезжай к нам Читай нам лекции по истории По нашей истории Ну и Господи Это что доходит Доходит до того Что я русский Должен ехать Немцев учить Ну откуда мы Они не знают ничего Все что они там Им там наговорили Это все Они понимают Что это все сказки Они это понимают И вот теперь им хочется понять Узнать Хотя бы прикоснуться Вот к подлинности К тому Что на самом деле Вот Но Теперь вот какая у нас Задача Я сказал то что У нас уже прошло Меня просили вам Рассказать то что будет Вот Сейчас У нас Созрел один план Наша группа Наши люди То есть Наша вот эта вот Железная гвардия Я ее так называю Мои студенты Те кто примкнул Вот к нам Люди переживающие За страну Мы решили провести Исследование Весной Весной Осенью Горная Шория А весной Приполярный Урал Приполярный Урал И посмотреть Остров Белый Посмотреть Колгуев Посмотреть Побережье Карского моря Белого Карского моря То есть Вот эту гигантскую Огромную территорию Пройти И постараться Как Поисковая экспедиция Которая отметит На своих картах Различные артефакты Которые там могут оказаться Почему Именно Приполярный Урал Дело в том Что Вот о руинах Горной Шории Я ничего не слышал Ни от шорцев Ни от алтайцев Хотя они что-то там говорят Но они там с богами Все связывают И трудно понять Сами они на эти горы Высоко не поднимаются Они внизу В основном живут А вот Приполярный Урал Здесь Есть Предание Манси Которые Рассказывают Что там стоят города Сложенные Из гигантских каменных блоков Города Великанов Белых Высоких Сильвер Великанов Менков Которые пришли с севера И там долгое время и жили Потом они по горам ушли на юг Фактически это Дорога Дорога вот Наших предков Ухода с севера Уход на юг Понимаете И вот Хочется Эту цивилизацию Хотя бы Один такой город Такие руины найти Но там Манси нам подскажет Мы Я там знаю Некоторые семьи С которыми я встречался Они как если приедешь Вопросов нет Ну там очень большое расстояние Да как-нибудь справимся Вот То есть Сравнить Вот сравнить Вот эту Мегеритическую цивилизацию Которую мы вот увидели И сравнить Уральскую Если мы это сравним То будет уже общая картина Но надо отдать должное Тут наверное сидят те люди И поклоны мне низкие Которые прислали с Урала С Урала пришли масса фотографий С Южного Со Среднего Урала Те же самые руины То же самое Что в Горной Шоре Мы увидели То же самое Понимаете То же самое Уже это идет Фотографии приходят И Меня поражает Ну почему эти фотографии Мне-то приходят Они же должны К нашим академикам К историкам идти Там ведь Письмена на некоторых блоках К лингвистам идти И вот кстати Насчет письмена Там которые Мы там нашли письмена В Горной Шоре Потом остались там люди Без нас Дождь прошел И рунические письмена Выше на этих Мегалитах Рунические Надо читать Надо сейчас привлекать Те кто это Разберет Но почему-то Никому в голову не приходит Сколько политика Может Петлю держать Вот здесь у нас Ведь мы должны знать Своё прошлое В конце концов И почему-то политика Не наша А западная Там Забукорная политика Там они решают Что у нас должно быть А что не должно Вот какая Программа-то по нам бьёт Понимаете Больная и обидная Не знаю что делать Так вот Сейчас мы решаем Приобрести Уже договорились Судно Хорошее здесь В Питере Его оборудовать Нормально Привести его в порядок Чтобы оно могло Идти Вот Полярным морем Да И когда Наступит время Ну и весной Вот эту Гигантскую территорию Старая Ладога Старая Ладога Сильным моским путём Пройти через Егорский шар Обогнуть Значит Ямал И до Мангазей Дойти до Мангазей Значит А из Мангазей Потом выйти Снова вопь И уйти до Новосибирска То есть вот такое Огромное пространство Нам надо будет освоить Пройти Почему Мангазей Вы наверное слышали Что Мангазей была В начале 17 века Была открыта А через 70 лет Её закрыли То есть она была построена А уже через 70 лет Буквально Своего существования Златокитящая Мангазей Была закрыта И её значение Было переброжено И всё было на Енисей Перенесено На самом деле На самом деле В Мангазе Там В Мангазе Есть некоторая тайна Которая заставляет Задуматься Дело в чём Что Князь Мирон Который шёл Строить Мангазей Это кратко расскажу Он проиграл Проиграл войну Проиграл войну Непонятному народу Белому Глубоглазому Бегающему Быстрее ветра На лыжах Подшитых соболями Этот народ Его встретил И его казаков Его людей Закидали копьями Стрелами Он сам был тяжело ранен Но самое интересное Что его не убили Эти люди Подняли его Положили на нарты Увезли на оленях И Вручили ему Целый построенный город Вот Правда Вот это То есть Мангазе Не строилась Казаками Князя Мирона Она была Здесь Она стояла Очень давно То есть Это территория Низовья Таза То есть Там жил наш народ Ещё Жил с тех времён Когда уже Белая раса Покинула Север И Сидей Там ещё оставались Так называли Мангази Или Мангази Их называли Это были не ненцы Это были другие люди Совершенные По летописям Именно так Когда я решил Посмотреть Летопись Летописи Эти Познакомиться Значит С ними В Тобольске То меня аккуратно Попросили В глобосоветское Ещё время Сказать Парень Ты тут занимаешься Не тем чем надо И ты вообще Откуда такой взялся Со мной Не стали разговорить Я собрал материал Уже из других источников То есть Мангази Это серьёзно Это ключ К пониманию Истории Сибири И нам надо Обязательно Вот это всё Сделать В этом году А осенью Провести ещё одну Разведку В горной шуре Подняться В вершины гор И снять Вот эти вот Пирамиды Руины Чтобы вы всё Это могли увидеть Чтобы мы могли Это отстаивать Как нашу землю Как нашу русскую Нашу родную землю Нашего народа Нашей расы В конце концов Понимаете Потому что Даже немцы Заинтересованы В том Чтобы это всё Осталось за Россией Вот такие дела Единственный человек Который Заявил Что всё это Что всё Что мы нашли Это Не сказать Игра природы Это оказался Скляров Он так Он так и выступил Что Вы всё тут Спутали Это всё Природное явление Ничего тут такого нет И не может быть Почему он это сделал Опять политика Чё тут скажешь Ну политика Вот Куда не сонешься Вот от этой политики Деться некуда Она везде мешает Ведь всё же просто Сейчас Скляров Много очень хорошего Сделано его экспедиции Очень много Прекрасные работы Отличные выводы Но Какие Выводы Да то что сделано В Египте Там рукотворное всё В чём Высокоразвит цивилизации Рукотворные пирамиды Там Храмы Там Обелиски Всё это На самом деле Правда И Скляров здесь Большой подвижник И сделано верно Всё То что он показал Но выводы-то какие Что Значит Нас с вами Белую расу Чёрную расу Большую Жёлтую Кто-то С космоса Пришёл И создал Вот мы Все И мы должны Этим друзьям Приятелям Из космоса Мы должны быть Обязаны По гроб То есть до конца То есть вот какая Ситуация И вот это потихонечку У Склярова Идёт Кто-то создавал Почему не мы Почему не наши предки Дело-то в том Что надо просто Назвать вещи Именно нашей предки Вот Пример Тому Вы же знаете Наверное Работы Майкла Крема Такого Слышали Неизвестная история Человечества Он пишет Американец Всю жизнь собирает Материалы От древних цивилизаций Он приезжал К нам в Тюмень В Тюмень Очень мощное выступление Было Первый раз Ему дали сказать слово Потом ему закрыли Доступ к студентам И попросили Из Тюмени Иди отсюда И он ушел Потому что не дали ему Общаться со студентами А в чем дело-то Что он такое сказал А вот это что сказал 70 миллионов лет назад Пласты Которые он разбирал Фотографии Там Отпечатки То ли кроссовок То ли каких-то Горных ботинок В общем Что-то в этом роде Это все остается И в течение Миллионов лет Сохраняется Так вот Для интереса То что я говорю Проверьте Возьмите его выступление Маклак Крема Чтобы не подумали Что я с ума сошел Он-то пишет И говорит Написано там Вот Название Вот там Русский Древнерусский язык И на протокирил На нашей кириллец 70 миллионов лет Вы понимаете Что делается То есть выходит Что Кирилл В ходе Не создавали Никакой кириллец Была протокирилляц Древний русский язык Майкл Крем Это не мой Это американец Это русский язык Вы понимаете Русский язык Вот какие дела То есть Что тут скажешь Тут только руками Это не я придумал И вот Получается Что Скляров Отрицает все это Почему отрицает Ну понятно Кому-то Очевидно проект Проект на обнушитель Что белая раса Это тоже Изобретение Неких инопланетян Неких анунаков Которые Нас сделали Для того Чтобы мы им служили Очевидно Когда-нибудь Эти инопланетяне Напишутся Мы их увидим И скажут Вы тут наши Все Мы тут вами Управлять приехали Вот может быть Для этого Это мое предположение Грустное конечно А на самом деле На самом деле Ведь мы потомки Космической расы Мы потомки Если верить Вот работа Майкла Крема Зачем ему врать Вот все это Придумывать То есть Очень давно Наши предки Пришли из космоса Очевидно Много раз Эта цивилизация Угасала И она снова Возрождалась Но Наша Вот наша Антропология Наша генетика До сих пор Сохранена Чем отличается Например белая раса От цветных рас Я только кратко скажу То подумайте Что тут расист Собрался Да Вообще У меня есть Такие Наклонности Но без насилия Надо действительно Любить свой народ И ему служить Дело в чем Белая раса Это люди Ярко выраженным Правым полушарием Это мы правополушарные Напрямую связанные С фракционами Напрямую связанные С потоками Информационными Потоками Космоса То есть мы можем Считывать информацию Напрямую Мы опасны для тех Кто пытается Управлять нами Мы просто опасны Поэтому Первый удар И наносится По белой расе Посмотрите Что творится Там в Европе Ведь там Ужас То что Мы там Наблюдаем Ничего вам рассказывать Вы и сами знаете Что там творят сейчас Как семьи разваливают Как из людей Там уродов делают Искусственным путем И это Значит Ждет и Россию То есть Они пытаются Навязать нам Это И сделать из нас Новую Белую обезьяну Но Наверное Это не удастся Недавно Мне Перед приходом К вам Одна женщина Такая умница Мне рассказала Как Анатолий Вассербанг Выступал И Да Он еврей Да Он Такой Образованный Человек Понимающий Ну и что Он что сказал Что хватит Либеройным Проектов на Руси Уже Русь Устала Она задохнулась От них И всех этих Медведевых И всех этих друзей Приятелей Которые проталкивают Надо им уйти в отставку И оставить в покое Правильное решение Потому что Умные люди без разницы Негри Евреи Марсиане Кто угодно Они должны понимать Что это смертельно И Эту смертельную беду Надо убрать из России Ну Вот мы и стараемся Как можем Только на информационном Поприще Больше нам пока Не дозволено И не получается Вот Ну Что я хочу сказать Вы наверное слышали Закончить хочу вот чем Вы наверное слышали Про То что Сейчас Пытаются На западе Организовать Против нас Новый Халифат Объединить Арабские Народы Вот Под единым Знаменем Зеленым И двинуть их Против России Я вам только Хочу что сказать Почему именно нас Нас в центре Держат внимание Нас ненавидят На западе Больше всех Мы самые опасные Мы самые Ненавидимые Вот Простой народ К нам хорошо Относятся Не правда Что нам плохо Там нормальные люди И к нам хорошо Понимают нас Но Вот Их элита Если Тут мне просто Мало времени Я попробую Объяснить Ведь Самая большая Самая большая Нация на земле Это русские И сейчас Нас больше всех Больше китайцев С нами только Японцы могут сравниться А мы Правополушарные Мы опасны тем Что у нас Мы можем генерировать Идеи Мы можем Не просто созидать А идеи Давать Новое направление В развитии Генерация идей Вот идет русский Немец И Скандинав Вот эти вот Скандинавы там все Сейчас трагедия Там у них Наверное слышали Они переходят на русский язык Дети Норвежский Они не знают Что с ними делать Потому что генетика Это работает Русская генетика Тут Им легче говорить на русском Чем на норвежском Это отдельная тема Почитайте Посмотрите Так вот И удар этот По русскому народу Прежде всего Время уже Знаете Хотел я Кое-что вам сказать Не успел Хочу вот что сказать Кроме халифата Мне еще надо минуту Кроме халифата Еще одна Один проект Еще один проект Вот тут Книга у меня Фатиха Сибагатулина Посмотрите Вот эти книги Его Где-нибудь И вы все поймете Знаете Проект какой Создание империи Чингисхана На территории Нашей страны Во главе С татарами То есть Раскручивается Вот этот вот Проект Стравливания Двух близких Генетически близких Народов В одной из своих В одной из своих Статей Я там Привел статью Этих самых Ребят Татар Исследователей Которые Пришли к выводу Что в древности И казанские Татары То есть Булгары И русские Это были Одним народом И они просто Постепенно Разошлись И в разное В разное направление Они сломались Мы остались То есть Так и написано Кто читал мою статью Наверное вы это помните Так вот Все это забыто Ложь Бессовестная ложь Что Чингисхан Является их предками Атила Чингисхан Гунский союз Моде То есть Все это все Даже скифы Это не наши предки И сарматы Не наши предки Татар И все это Таким В таком пафосе Читать страшно Понимаете Что это начало Еще одной беды А знаете Три строчки Я вам скажу Три строчки Сейчас закончу Я первый раз Татуса в поезде Ехал В этот самый В Краснодар Ехал И Сидит передо мной Парень какой-то Ну мы с ним что-то Разговорились И вижу у него Такая ненависть ко мне Потом он говорит Да вас русских Надо всем голову отрезать Я говорю Ты кто такой Ты из этого С Кавказа что ли Сбежал Откуда ты Я вроде как Не кавказец Да я татарин Я ваххабит Ты татарин И ваххабит Ты что не помнишь У нас Никогда проблемы Не было с болгарами Или татаринами Все воины были Все союзники Мы даже Даже 1612 год Союзниками были Когда Руси То уже не было А татары Нам на помощь Почти Ты что несешь И вот когда Начал такое Плести Я думаю Он ненормальный Какой-то Мне показалось Это странно Потом прыгает В другой полке Ко мне подходит К нашему разговору Парень такой Высокий Крепкий Я дагестанец Я тоже мусульманин Да я сам с ним разберусь Я отошел Мусульманин с ним Разговаривает Ты мне скажи Я слышу разговор Ты мне скажи Там называют его Вот если придут ваши с юга Ты за кого Вы боевать будешь За мусульман Я вижу Дагестанец Пытается Бросается На этого татарина Сейчас его разорвет Он пора заздоровее Я его хватаю Ты что делаешь Ты же убьешь его Оставь его в покое Ну у парня с головой Не в порядке Потом этот меня увел Этот Дагестан У нас таких половина Там в Дагестане А этот мразь Здесь сидит Вот смотри Что творится С татарами Я подумал Это случайно Но когда эти книги посмотрел Это не случайно Господа Друзья мои родные Вот не случайно Происходит еще одна беда Еще один Пытается Еще один проект Пытается протолкнуть Уже у нас Здесь Прямо внутри Объединить Сибирских татар Объединить Казанских Все тюркские народы Башкир И все это бросить Против русского народа Все я закончил Ну а сейчас Мы начинаем Презентацию Новой книги Георгия Сидорова Воинские традиции Ариев Георгий Алексеевич Прошу На сцену Аплодисменты Еще одна Здравствуйте Вы меня слышите? Вот какое дело Я решил написать эту книгу Потому что Пришло время Знаете Была Трагедия у меня Когда Лет Наверное 30 назад Свалилась Беда На Русь То есть Начали Прорваться К нам Через границу Различные Восточные Стели Различные Одиноборства Восточные Вот Дело в чем Тут Надо понимать Другой менталитет Совершенный Мы По другому мыслим Мы по другому рассуждаем Мы по другому видим Мы видим мир Совершенно другими глазами Вот И Тогда Когда Вот это началось И пытался Людям объяснить Что Ребята Это не наше все Это все чужое Нам специально Вправляют мозги Вас делают Перестраивают Ваше сознание Из вас делают Поклонников Востока То есть Тогда как раз Китай стал подниматься Очень сильная Экономика стала развиваться Он по Альмусу перед Америкой Вот Этот проект был запущен Чтобы Русскому народу Вбить в голову Свою неполноценность В плане Воинского наследия И Некоторые наши Серьезные Ну Будем так говорить Писатели Которые Освещали Освещали Так сказать Вот эти вот Процессы Они стали Прямо писать Что на России Никогда не было Воинского наследия Такого Какое Оно есть На Востоке Вот Ну и что тут Получилось Я написал Одну статью Я одну статью Написал Статья у меня Ушла Это было Наверное уже Лет 25-30 Давно это было Я уже не помню Когда я писал Одно Тут получилось Она попала В Австрию И австрийцы Стали меня искать Почему-то австрийцы Никто не искал Австрийцы нашли меня И пригласили В Австрию Чтобы я там Прочитал Курс Который написал Этой статье Вот Вот так началось Мое противостояние Этой Восточной беде Дело в чем Кратко У меня нет времени Поэтому я Несколько слов скажу Буквально так Самое главное Нет такого народа На земле Который бы не Культивировал Воинские На среде предков Все народы Начиная от папуасов Любые времена Небра Даже Пигмей Пигмей Атриканские Пигмей Амазонские Даже они изучают Воинское наследие По разному Они там Стараются попасть Из лука Там племя Вакаба Они из лука Стреляют Безупречно Одной стрелой Слона Убивают То есть Все буквально Народы А Масай Те вообще Потрясающе Работают копьем Все народы И тем более Арийские народы Тем более Наша Наша раса Ведь Мы сколько живем Вся наша история Это бесконечная борьба И между собой борьба И с другими народами И с другими племенами Махабхарату Почитать Ведь Дело-то в чем Что Махабхарата Это наследие Не только Индийцев Индийцы сохранились А там Где-то далеко На периферии Ирисского мира Там это сохранилось А ведь на самом деле Существует еще Наша Махабхарата Наша русская Она тоже есть Она пока не написана Но Ее некоторые старики Знают хорошо Я вот ее слышал И читали мне Об этом От некоторых героев И даже имена У некоторых героев Совпадают Понимаете Но это отдельная тема Я на ней не хочу останавливаться А там описан Значит Учитик Дона Который учит И Кауравов И Пандавов Учит Самое Воинскому наследию То есть Это всегда было А у нас такие находятся Дельцы Я не буду назвать их фамилией Просто не хочу их позорить здесь Вот Который пишет Этого не было И все что на востоке Это единственное правильное А когда я приходил заниматься В эти залы В то время Потому что я занимаюсь С детства Буквально там Дед мне сделал Первый мой меч Когда мне было два года Он сделал С дерева Чтобы я глаза себе не выколол Такой круглый Со всех сторон Я его помню до сих пор Так вот Когда я приходил Говорили Это каратэ Парень Это каратэ И стояли Думали Какое это каратэ Интересное Вот какое-то не такое Или какой-то ушу В общем Судили И судят И до сих пор Это продолжается Вот недавно Тут один Мне написал Что Я ничего не понимаю В этом деле Вот И Они Вот если бы они понимали Они бы такое не написали Потому что тут Все понятно Значит что я решил сделать Я решил Некоторые вещи открыть Вот вы наверное слышали про казаков характерников Слышали да Но Вот это Тоже какая-то Часть Определенная часть Спаса Которая ушла В сторону Немного отошла Потому что Христианство наложило Свой Свою лапу везде Везде христианство поработало На разрушение древнего наследия Потому что древнее наследие Связано С корнями С предками Связано С силами потоками Связано Связано С солнцем В частности Накопление энергии через солнце Там Многие вещи Простые Очень простые Доступные Любому человеку Теперь я хочу что сказать Что это за книга Я взял и написал учебник Сразу отвечу для чего Потому что у нас сейчас Время такое Что ай-яй-яй Все может быть Ведь Те кто сейчас управляет страной Они так просто Власть не оставят Не бросят Они будут стараться бороться И На их стороне Там и частные армии И частный спецназ И все что угодно И эти люди Они как правило Тренируются По восточным техникам Некоторые занимаются Там правда Саватом Западным Некоторые занимаются Значит Сейчас Модно стало Слояной Горинской борьбой Модно стало Моден стал Стиль Кадочников Но как правило Все это Замешано На восточных Единогорствах И Я решил Что народу Нужно дать оружие Нашему народу Нужно оружие Такое Которое Очень быстро Очень быстро Сможет Здесь Работать То есть Вот дать человеку Буквально Позанимается полгода Он уже Не провалится Он уже не пропадет Он уже будет управлять Своим телом То есть Дело в чем Что простейшая техника Она очень доступная Это простая Но совершенно на другом Мировоззрении построена На другом менталитете На нашем менталитете Ну например Я вам сейчас тут скажу Честно Вот в восточных Единогорствах Употребляются Всякие стойки Здесь нет стойка У нас нет понятия Стойка Нет понятия блоков Понимаете Есть уход в пустоту Мгновенный Есть повороты Все построено на поворотах На вращении Здесь стихийная техника То есть Здесь человек Освобожден Нет рамок стиля Никакого стиля Не существует Есть законы Управление телом Ты просто эти законы Знаешь Как тело может двигаться И все Ты по этим законам Действуешь У тебя нет Тысячи там Приемов Попробуй все Заложить в подсознание Это невозможно Ведь все же Подсознание закладывается Военная техника Она вся в подсознании Вот тоже Боевое самбо Харламбиево Там 10 тысяч приемов Попробуй Это все Это невозможно Просто за жизни не хватит А когда ты знаешь Основные ключи Несколько ключей Ты ключом владеешь Дальше У тебя спонтанная техника Которую нельзя Остановить Практически Ты даже сам не знаешь Как ты атакуешь Что ты делаешь Ты просто видишь пустоту И в эту пустоту Наносишь удары Выброс мощный Выброс МНР Как будто Первый и последний раз Убьешь Причем нет понятия Ударить там в голову Ударить там куда-то По корпусу Есть понятие Ударить по глазам Срубить шею Чтобы тромб пошел в голову И инсульт И моментальная смерть Удары только по болевым точкам С детства ставятся удары Только по болевым точкам Вот он держит щит Одно сейчас работает со щитом Голой рукой щит сломать Не сломаешь А руку сломаешь под щитом Сразу То есть знаешь движение Знаешь закон Как двигаться Вот это главное И тут очень просто Все написано Я написал детским языком Буквально для детей Дети возьмут И прочтут И будут работать сразу Потому что Ну что может быть впереди Впереди могут быть И полиция может быть Непонятно какая И натовские войска Могут у нас здесь оказаться Вполне запросто Вот вооруженные там И дубинками И бронзбойдами И со щитами И с этими Со шлемами То есть Все это Нас впереди Наверняка Ждет Тем более здесь Москвичи На вас Вот вся Россия Смотрит Потому что Здесь вы главный удар Можете нанести По самому верху Вы здесь основное Вот Так что Вот так Поэтому здесь Если какие-то будут вопросы Мы ответим на эти вопросы Еще интересно Что в нашей технике Тут не надо учить Фехтование человека Ты когда владеешь своим телом Ты знаешь как работать С оружием Любое оружие Там даже книга Это тоже оружие Вот эта бутылка Извини Вот эта кружка Тоже Все превращается Вот это тоже страшное оружие То есть ты Зная основные законы Тебе не нужно знать приемы Ты просто по законам действуешь Твое тело летает по законам На огромных скоростях Которые практически незаметны Даже глазам Человек не видит Как эти достичь скоростей Многие не понимают Что развивают мышцы Скоростную реакцию нервной системы Здесь у меня дано Вы только не подумайте Что я рекламирую Я не рекламирую эту книгу Я просто пытаюсь Объяснить Что я там написал Вот Здесь дано Как достичь Сверхскоростей Используя эфирное тело человека Как стать невидимым Например Как вот человек находится Где-то он раз исчез Его нет Все его Вот он был Его нет На самом деле Он тут находится Просто нужно знать законы Мы друг друга видим По энергетике нашей По свечению нашего Вот этого кокона А потом уже видим Глазами само тело Когда кокон исчезает То глаза уже не Они автоматически выключаются И человек тебя перестает видеть Вот допустим Ты вышел на улицу А снайпер тебя ждет Но ты знаешь Что тебя могут хлопнуть И работая со своим эфирным телом Ты уходишь просто Вот Уходишь в такую пустоту Ты сам идешь Но снайпер тебя не видит Он ждет тебя Но он тебя просто не видит Мне приходилось Что делать В период этой перестройки В период этой Виникой смуты У меня катер И лодки А там у нас случалось так Что Ну долго рассказывать Уничтожались Флот Короче на обигу Уничтожался весь флот Причем это намеренно Уничтожались катера Отбирались Продавались Заставляли там людей Платить огромные деньги Там махинации бесконечные Тут главное Не попасться никому Вот На глаза Из Из инспекции И что я делал Я умудрялся целый катер закрывать Полностью закрывать И уходил на катере Мой катер ходил Все погибло А весь лод погиб А мой катер ходит И лодки мои ходят Потом я встречаюсь с этими инспекторами Они говорят Слушай Георгий Как это мы тебя не поймали Я говорю Да как Вы меня видели Но не обращали на меня внимания Ну как И вот я им рассказываю Где мы встречались Помнишь Вот там вы подходили На своем расслабце Я вот тут стоял А вы меня видели Да тебя там не было Да я-то вас видел То есть Вот эти вот вещи Они вот в этой книге У меня хорошо показаны Просто Доступны Вот И что здесь самое главное Вот здесь То что я показал Еще некоторые детали Как управлять здоровьем Как накапливать энергию Как использовать Некоторые виды энергии Для полного очищения организма Вот Все у меня здесь есть Буквально книжка небольшая Вот такая Ну я не знаю Конечно Мне бы было проще Здесь вам все показать Это было бы лучше Чем вот вы будете По этому учить Но не получается у нас Вот Короче говоря Кто прочтет Если появятся вопросы Пишите мне на сайт Я постараюсь ответить Вот На все эти На все ваши вопросы Думаю что Совсем не сложно Вот сейчас Казаки Некоторые К нам приезжают Там на базу Которые изучали Казачий спас Все Но он медленный Медленнее Наша техника древнее Она более быстрая И приходится в ней переучивать Вот Некоторых этих людей Вот Ну был один Полковник спецназа Который прошел Видел массу всяких стилей Он и сейчас Этот полковник есть Вот И когда увидел Что мы делаем Говорит Слушай так все просто Так все легко Я говорю так легко И просто Слушай ты ты Вот ты ты восточник Тебе пришлось Вон проходить Какую школу А здесь Здесь все естественно На чем это все стоит Я сейчас скажу Маленькую тайну На удобстве Вот каждый человек Он знает свое тело Каждый человек знает Как со своим телом Работать Каждый знает себя И каждый выбирает себе Прием Или ключ какой-то Как ему удобнее Вот чем удобнее Тем лучше И не надо ничего учить Просто ты Ты знаешь движение И подгоняешь эти движения Под удобство Как тебе удобнее двигаться В том или другом ключе Вот и все Вот Но А что это такое Теперь расскажу вам Вы можете подумать Что это какая-то Галиматья Которую я рассказываю Простая И смешная И вроде бы Ничего такого нет А вот тут какая штука Чтобы понять Что я написал И что я рассказываю Надо почитать Сунь Лу Танга Сунь Лу Танг Запомните Сунь Лу Танг Это Президент Китайских Воинских искусств Начала 20 века До середины 20 века Он управлял Китайскими Школами Ушу Он был Один из лучших бойцов Китая Значит Он изучил Сначала В начале жизни Он изучил Стиль Восьми триграмм Пакуа Потом он изучил Стиль Синь И И в конце Закончил Тайцы Великий принцип Он изучил Последний Тайцы У было более 50 лет Когда он его изучал Когда он объединил Все три стиля Он понял Что это одна Единая техника Вот тогда он понял Что это одна И та же техника Вот И Он тогда Уже обратился К ассоциации Воинских искусств Сказал Что мы не поняли День линии Мы не поняли Мы взяли у них технику То есть у северного народа У северной империи И разорвали на три части Мы единое целое Разорвали на три части Когда я собрал в одно целое Я понял Что это вот Эта техника Это она Вот она И он прямо сказал Что мы китайцы Неправильно понимали Вот звериные стили Это тупик Вообще Это тупик Это каждый стиль Это Одни и те же приемы Фактически Но там больше Больше звериного Чем человеческого Хотя одно и то же Везде Если взять Технику Вот Удановских стилей То получается Что Вот эти три Они сходятся в одном У нас Вся техника Строится На четырех Движениях Фактически На четырех движениях Ну туда входит Сразу что Айкидо Все Айкидо Понимаете Вот Карате Которое Так знаменитое Но оно у нас Представлено Все четыре движения Повторяю Четыре движения Больше ничего Вот И наверное Дзюдо Потому что Бросковой техники Тоже хватает Но опять-таки За счет знания Движения тела человека Ну например Вот Хватает Тебя на улице Начни мгновенно Обращаться В кук собственной оси Ну и что будет Если ты успел Значит Кто тебя вцепил Он по воздуху полетит Тебя сам бросит То есть Бросок элементарный Делается За счет Знания Управления Своим телом Все Не надо ничего там Специально что-то придумывать И усилия какие-то прилагать Я просто пример Вот сейчас вам привел Вот Собственно Вот так Всего четыре движения И фактически Все вот эти вот Основные направления Китайских стилей Вкладываются в эти Четыре движения Вот собственно Все что я хотел вам сказать Учить легко Понятно Основа всего Какие Главное Запомните Кто будет учить Увидеть Откуда идет Движение на вас Откуда удар идет Тут у меня показано Как можно Голыми руками Сражаться против Сабли Против меча Там Допустим Самурай с мечом А у тебя ничего нет в руках Ну и бог с ним Пускай Самураи хуже Так что Вот такие вот вещи Все это вы Увидите в книжке Я там Показал Форму огня Показал Форму земли Вот И чуть-чуть Коснулся формы воздуха Существует еще Форма воды Я о ней не стал ничего говорить Форма воды Это техника пока закрытая И давать я ее не буду Достаточно Чтобы побеждать И одной формы огня Это вот так Хватит Вот Форма воды Она требует Определенного еще Менталитета Это особая техника Вот И последняя форма Форма космоса Или пространства Кто Кто Занимался Китайскими единоборствами Особенно покоя Те сразу поймут Что это такое Куда Откуда она идет Сразу поймут Потому что Любое движение Ты в нее попадаешь Там только держишь шаг И ты уже сзади противника Просто Для восточников Кто занимался Вот этой ударовской техникой Будет очень просто Понять Что у нас Вот Собственно Все что я хотел вам сказать Сложностей нет Но нужно по другому мыслить По другому Все по другому И тут как раз Об этом написано Спасибо за внимание Спасибо, Георгий Алексеевич Ну что, друзья Сейчас Пришла пора Ответить На ваши вопросы Мы сейчас Небольшую перестановочку Сделаем на сцене И начнем Спасибо Спасибо Я буду задавать вопросы Пока есть возможность Задать свой вопрос И вот первый вопрос Уважаемый Георгий Изучал некоторые боевые искусства И у многих из них Обращали внимание На сохранение семени Это касается мужчин А как этому Уделяется внимание Вариантской традиции? Ну и вопрос Нет, ответить на него можно Вот этот вопрос Пока в тебе вырабатывается В твоем организме Тестостерон Проблем с семенем не будет Еще могу добавить Что Сами движения Дело в том, что все делается На разнополном расслаблении Нагрузки никакой В тебе работают энергии О которых я написал Это все больше Тут управление весом Там много что есть Это все не влияет на семя На семя больше всего Влияет труд Когда берешь Лопату и копаешь в огороде Или когда работаешь со штангой Или когда работаешь С цепями Или прути стальные гнешь Тогда что происходит? Тогда микротравмы возникают В мышце Микротравмы нужно как-то вылечить Восстановить И мозг дает команду Вырабатываться двум гормонам Даже трём Это тестостерон Это гормон роста И гормон молодости То есть три гормона Они все связаны между собой И идет процесс восстановления Вот этих микротравм Вот Ну а с воинским Как тут связано? Конечно сила здоровенная Она тоже нужна иногда Очень даже нужна Потому что иногда ты на расслабление Иногда включаешь Например кусок мяса Вот руками вырвать из горла Это конечно Нужна здесь сила У меня извините конечно Такое сравнение Вот Поэтому тренироваться Вот в этом плане надо И все будет хорошо Тестостерон это Это постоянная молодость Вечная молодость Достаточно много вопросов Они примерно однотипные Возможно ли заниматься в Москве Или в другом городе В плане получения навыков вживую В смысле Часто заниматься? Ну сейчас Или я думаю регулярно Люди же хотят заниматься Вот знаете Вот честное слово Меня в Германию пригласили туда Говорят Приезжай Мы будем турок метелить А то они надоели нам А мы не умеем Мы не знаем с какой стороны К ним подойти Вот честно Немцы сразу сообразили Что им надо И мне захотелось их научить Но у нас та же самая картина У нас не турки У нас другие такие же Я с удовольствием Честное слово С удовольствием Только как это сделать Я бы Хоть бы сейчас пошел бы с вами заниматься Ну вот не знаю У меня времени совсем мало Ну вообще-то я весной здесь буду Будем готовиться к экспедиции Можно несколько человек Кто захочет Можем собраться Я снова покажу Самое главное Принципы А потом люди сами додумают Чем хорош стиль Увидел принципы Понял его А дальше ты Спонтанно его развиваешь сам И получается Сколько людей Столько и стилей Хотя это форма одна Понимаете как? Интересно Это можно запросто сделать весной В мае месяце Пожалуйста Я здесь буду где-то с неделю Хватит Вопрос видимо еще один От девушки Есть ли ограничения какие-нибудь Во время силовых упражнений С гантелями для девушек Чтобы девушка осталась девушкой И не стала похожей на полумужину С мусором Знаете Я последнюю книгу сейчас написал Она еще не вышла Книга очень серьезная Книга посвящена дегенератам Психопатам Понимаете? И там у меня есть Значит Есть список По которому Сталин отбирал в НКВД Самых лучших людей Сталин и Берий Они вместе работали Создавали СС Но там отбирались только русские Ну то есть как русские Это украинцы, белорусы Великорусы Это русский народ Это единый народ Не надо делить И вот они все Там все это написано И вот я решил сделать Две сравнительные галереи Самых прекрасных людей Отлично сложных Парней, девчонок И этих вот Которые уже потеряли форму Потому что Вы наверное знаете Что внутри то То есть снаружи Что снаружи то и внутри Понимаете да О чем говорю Это закон Гермеса-Терсмегиста Разрушение сознания Идет за собой разрушение Физического тела В городе это часто присутствует Игоиста сразу видно У него по-другому Даже двигается Он по-другому Так вот Я одну девушку Встретил Ну как встретил Случайно В интернете Она там преподает балет Она там стоит А у нее там такие руки Мышцы такие Ну просто думаю Господи Обними-то задаем Вот Но фигура настолько красивая Что я решил ее Так сказать взять в книгу Она дала согласие Она будет в книге Вот Там у нее момент Она делает стойку на руках И у нее все тело в воздухе летит Вообще очень красивая девчонка Обалденно красивая Знаете Она занимается Фитнесом Она занимается тяжестями Отягощениями Занимается И балетом одновременно И нисколько ее фигуре не вредит Она наоборот Настолько привлекательная Настолько красивая Это вот знаете Амазонка Примерно такие женщины Их было 800 Которые защищали Азов Во время штурма Азова турками Когда около 300 тысяч штурок А в Азове было всего 3000 защитников Последние бои за Азов Вот И там было 800 женщин Когда у каждой женщины под две сабли в руках Тяжелая кольчуга Шлем на голове Вот примерно такие женщины и были Вот типа вот этой вот красавицы Развитое тело Оно только украшает И не надо думать Что вы его испортите У вас же не вырабатывается тестостерон И чтобы мышцы большие нарастить Это надо колоться тестостероном Поэтому не бойтесь девушки Занимайтесь Все нормально Все красиво Все здорово Есть вопрос на другую тему Сразу три вопроса Да На одну тему Работаю учителем в школе Более 25 лет Дети на глазах меняются Глаза живые Ждут информацию Вопрос Будет ли книга Или программа Как воспитывать будущее поколение Сергея Еще вопрос Я учитель истории в школе Как преподавать правдивую Историю в школе Чтобы не быть уволен Третий вопрос Как в России восстановить целостность знания Чтобы детям в школах преподавали не фрагментарную Неправильную А целью и картину мироздания Пример у вас в книге Да Вот тут три вопроса Я даже не знаю С чего начать Вот пример Как тут не быть уволенным Ну пример у меня был такой жизненный Я в одном селе якутском Рассказываю якутским своим детям Я там работал в школе Что якуты пришли И расселились на этой территории Сто километров С востока На запад И триста километров С юга на север Вот вся эта якутия Вдоль лены И чуть-чуть задевает Значит этот Алдан Устья Алдана Приходит ко мне директор школы Говорит Ты что несешь Якутия Якутия везде жили По всей Якутии Говорит Ну смотри Вот он учебник Вот они и якуты Вот их расселение Вот тут самая История Сибири Под редакцией Окладнику Открываю ему Показываю ему карту А он так улыбается И говорит Это все ерунда Это все чушь Вот нам Дали Вот Якутск Вот если бы поставили бы Якутск Центром Сибири Вот объявили бы Административным центром Мы бы расселились по всей Сибири И вся Якутия Вот вся Сибирь была бы только Якутией Поэтому вся эта огромная территория Она якутам принадлежит А тебя я работать Больше Тебе не дам больше работать Ты у меня уйдешь с работы Ну я говорю Ладно я уйду Я и ушел Вот и все Понимаете Это называется этническая война Вот этническая война Как тут Понимаете какая штука Я пример Якутии привел Да А у нас Здесь Что Сколько у нас Ведь Одно дело этносы разные Везде У нас сколько этих этносов И каждый гляд в свою сторону Сейчас скажи татарам Что они никакого отношения не имеют Чингисхану Они на тебя обозлятся Они все к Чингисхану Все привязаны Вот этими книгами Вот такими вот Понимаете Что тут скажешь Что их предки боролись Против Чингисхана Вместе с нашими Было такое Когда болгары Вместе с русскими Причем причем сражались С нашествием Баты Хотя Баты Тоже не было Азиатом Он в Азии родился Он за русский человек Был и русская орда Пришла Скифская орда Но это Вот понимаете Как тут объяснить Сложно Очень трудно Теперь следующий Апостон какой-то Я забыл Собственно Они все говорят Будет ли у вас Книга Или программа Да Насчет книги Вот Знаете Очень сложно Написать такую книгу Чтобы она была Правдивой Даже я вам скажу Новые-новые открытия Вот сейчас Открытие в Горной Шоре И то что нас ждет Приполяр на Бурале Конечно мы все это напишем Конечно все это будет Но надо еще обобщить Надо еще понять Нужно разобраться Откуда Что То есть Столько потерь Такие потери Такие огромные дыры Вот сейчас новая история Выйдет Но опять Это только первый маленький шаг Первый малюсенький шаг Чтобы Вот Где-то Ладно Они откажутся Значит уже отказались От татаро-монгольского эго Отказались Говорят про Орду Но тут же Тут же Казанские татары Говорят Это мы были Если не было монголов Значит это были И мы Видите как это быстро Опять начинается Та же беда Поэтому Я не хочу Не говорю про всех татар Татары Великолепные люди Это наш народ Близкий народ Но я говорю Тех кто сидят Сидят там наверху Сидят И пытаются управление Элита Я говорю про элиту Сложно это сделать Но будем пытаться Будем все что в наших силах Мы постараемся сделать Все что в наших силах Знаете Хочется сказать Вот несколько слов Ведь пришло время Собирать камни Надо всем нам объединяться Надо объединяться И башкирым И татарам И русским У нас много общего История общая Надо объединяться Всем нашим Финским народом Вокруг нашего Мы же Если нас сейчас убрать Русских здесь Заклевать что будет Мы же Получится ведь уничтожение Все против всех Будут воевать Это ужас Те же вот Ивены Например В Якутии Ивенки Они просто говорят Вы Когда я там жил Они ко мне приходят Чего вы ко мне приходите Георгий Алексеевич Ты собрался уезжать У меня сожрал этот друг Не дают работу в школе Да плют ты на него Ну не уезжай Я говорю Почему Тогда нам Вы все универские Русские Нас покинете И нам всем Конец Нам Якуты Перережут горло Сразу в первый же год Как только вы от нас уйдете Вот и все Это при нам Везде-то Везде По всей нашей Многострадальной родине Вот такая беда Идет запущенная Этническая война Я о ней в книге своей написал Вот И пришло время Все-таки Как-то Ее преодолеть Вот А учебниками Конечно можно сделать Многое Информации Можно сделать Но Одному человеку Например Мне там Или кем-то Трудно Надо чтобы Государственная машина В этом направлении Стала работать Тогда получится А так Очень тяжело Тема образования Нас не отпускает Она действительно Волнует читателей И вот Вопрос от Ильи Обладаете ли вы Информацией О традиционных Для наших предков Подходов К воспитанию И образованию Мальчиков И девочек Отличаются ли Подходы Воспитания И образованию Мальчиков И девочек Если да То как Кто на данный момент Храниц Храниц Эти традиции И подходы Каких авторов Мальчиков Назвать Я Насчет авторов Сейчас затрудняюсь Лучше Макаренко Здесь Но Макаренко Учил Больше мальчишек Это общинное Образование Вот Но дело в чем Что Психология Девочек И мальчиков Разные И Процесс Становления Характеров Идет по-разному Девочки Раньше Намного Раньше Начинают Взрослеть Девочки Они Обгоняют Ребят И сейчас Даже Физиологи Давно уже Знают Про это Что У мальчишек У них Передний мозг Растет До 25 28 А у некоторых В некоторых местах До 30 лет Идет рост Просто рост Переднего мозга А у девочек К 20 годам Заканчивается Дальше идет Наполнение Уже Качествами То есть Здесь Нужно Раздельное Выразование Оно было Когда-то Введено И надо К нему Вернуться И когда Оно Раздельное То нет Вот этого Вот В период Переломного Переходного Возраста Вот Этих Вот Вещей Которые Возникают В школе Интерес К другому Полу И Искусственное Поведение Которое Зависит От инстинктов От Которые Начинают А инстинкты Тут уже Они Зависит Очень сильно От гормонального Фона То есть Вот это Надо убрать Гормональное Воздействие Тогда Легше Будет Просто учиться И Девчонки Будут Другими Встречаться Они Могут Общаться Могут Но Это Надо Конечно Под контролем Вообще Вот То Что Он Говорит Если Честно Сказать Нужно Поднять Статус Педагога У нас Статус Педагога Вообще Запинали Уже Деваться Некуда Учителя Но Не Педагоги Надо Педагога Выше Чтобы Вообще Выше Педагога Никого Не Было В Стране К Педагогу Чтобы Самое Высокое Образование Должно Быть Только У Педагога Причем Всестороннее Образование Если Он Даже Математик Ну Пусть Он Знает Не Только Математику А Еще И Психологию И Я Не Знаю Там И Физиологию Все Что Ладно Массу Пребят Которые Общение Не Касается Математики Только Тогда Он Будет Педагогом А Самое Главное Надо Научить Любить Они У 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 Есть Педагоги Но Как Прямо Настоящий Педагог Он Любит Детей Он Любит Свой Народ Он Любит Свою Родину Вот Эта Любовь К своей Земле К своим Корням Все Это Надо Чтобы Педагога Шло Детям Чтобы Волна Шла Чтобы Дети Принимали Это У У Нужно Создать Школу Педагогов Потом Все Остальное Сло Сложится Не А вот душа Если потеряется Душа С детства Потом Ее никак Не Разродить Вот В чем Дело Вы Удивитесь Есть еще Вопросы На тему Образования Некоторые Не задут Потому что Они частично Уже Отвечены Вот Интересно Георгий Алексеевич Есть Материальные Средства Опыт Физического Выживания Жизненный Опыт Помогите Создать Новую Арианскую Общину На Основополагающих На основе Наосполагающих Законов Наших Предков Чему Учите Воспитывать Детей Каковы Законы И уклады Таких Общин Возможно Какой-то Куратор С уважением Знаете Насчет Общины Есть Общие Законы Мироздания Я Об этих Законах Упомянул В своих Книгах Но Об их Не Написал Пятая Книга Будет Посвящена Только Им Потому что Мне Нужно Было Сначала Подвести Сознание К этим Законам Свалить На людей Потом Люди Будут Чесать Реп Сказать Что делать Мы же Вообще Отлетели Куда Вот этого Не хотел На самом деле Беды Никакой Нет Так вот Первый Закон Мироздания Основной Закон Который Везде Знаете Вы сидите А я на вас Смотрю У меня Столько Любви К вам Я не знаю Куда Я в ней Плаваю Я в ней Утонул Потому что Я вижу Перед собой Великолепный Народ Чудесных Людей Вот Чувство Любви Вот На этом Чувстве Все стоит Все буквально Строится На чувстве Любви Община Что такое Община Это просто Семья Люди Просто По-настоящему Друг друга Любят Никто Под себя Не гребет Никто Под себя Не тащит Все готовы Последним Поделить Каждый Излучает Каждый Как солнце Вот И все Когда Это Случается Нет никаких проблем С эгоистами плохо Эгоиста не заставишь любить Он больной Психически нездоровый Трудно Вот заставить его Да Но ведь Не все же у нас эгоисты Да Эгоистами делают С детства Специально воспитывают Сначала В яслях Потом этот эгоизм Пестует в саду Потом школу А потом уже Этот человек уходит по жизни Он как Как звереныш какой-то Но таких у нас Ведь не так много Даже по закону Доктора Кинси У нас Одна треть Треть Великолепных людей Это очень много А одна треть У нас Латенты Которые эгоистичны Они могут Пересвалиться туда В темный мир Дегенераторов Но Это Если мы будем Управлять Латентами То это будет Уже две трети Хороших людей И остается Одна треть Психически нездоровых Ну там К ним надо еще Кого там Весь преступный мир Всех уголовников туда Получается Мир-то у нас Чистый, хороший Просто Строить общину надо На основном На главном Законе любви Друг к другу Когда ты видишь Человека У тебя на глазах Слез от радости Что ты его просто видишь Он Прекрасен этот человек Он тебе всегда Придет на помощь Поможет Он никогда Тебя не оскарит Не унизит Он последним поделится Понимаете Вот в чем Главное Нас смогли разделить А вот теперь Надо нам собраться Община Прежде всего В этом состоит Представьте себе У нас У нас такая вот община Да Мы такой же живем Но у нас нет проблем Один остается Один Вот все уедут Один Он будет работать За всех За десятерых Он будет кормить И скоты Будет смотреть За кораблями Которые там Во льду замерзли Будет смотреть За собаками За охотничьими Он будет Все дома будет И он топить будет И будет это делать С радостью Не будет ни психовать Не дергаться Не возмущаться Он будет рад тому Что ему это все доверили Он один за базой смотрит И никаких проблем И не будет Возмущаться И не будет Какой-то счет Нам Всем остальным Будет Ставить То есть Вот так Понятно О чем я говорю Мне кажется Тут все ясно Спасибо Сергей Ты говорил О Основных законах Мироздания И вот тут вопрос Как раз Гибель Ариана Это следствие Нарушения Каких Высших законов Мироздания Сергей Иславного Благодарю За действие Видите Здесь недавно У нас в Москве Был разговор На эту тему Один Очень умный человек Мне сказал Слушай А ты можешь объяснить Почему мы свалились В такую беду В которую я сейчас Честно говоря Я на эту тему Много раз думал И каждый раз Не хватало У меня времени Чтобы это все Обмозговать И Системно Представить людям Чтобы мы еще раз Туда не окунулись Вообще Ариана Конечно Погибла Здесь Была катастрофа Которая Если верить Нашим философам Верить Нашим мифам Которые являются Кстати Подлинной историей Это рукотворная Катастрофа была Очевидно Плазмоидное оружие Очень сильное Или какое-то другое Может быть Тектоническое Я не знаю Пока этого оружия Наверное Еще не создали На земле Но все это работало На земле И тонули Три материка Сразу То есть Одновременно Гигантский мух Уходил на дно Он 8000 лет уходил Разламывался Уходил в Тихом океане Вот Ушла Ариана И ушла Атлантида Но Атлантиду мы знаем По рассказам Платона То есть Это была вот такая беда Но дело-то не в этом Материки могут погибнуть Бог снимет Ладно Случилась беда Там люди Ненавидели Такой ненавистью Что уничтожали Сами себя Это был закат Той древней Допотопной цивилизации Плохо то Что когда Переселились С той же Арианы В Сибирь Ведь в Сибирь же Свалилось все население В основном Тут-то север-то был В то время Европейский север Он только оттаял Вот Приполярная зона Урала И Восточная Европа А вся Европа Там на западе Она вся подальдом была В то время Вот И особенно Скандинавия Так вот Здесь Вот случилась беда Что люди Утратили Переселившись Вектор ценностей Переместился В материальную плоскость И Были утрачены Древние знания Особенно Знания нравственности Обе были утрачены Вот И древние знания Именно Законов мироздания Как это случилось Трудно сказать Вот это главное Потому что Хранители Сохранили Вот это все Но Люди Люди Они Перестали Ну наверное Такие были условия Что перестали думать О чем-то высоком А стали думать О куске насущем Либо выжить Холодно Надо согреться Голодно Надо поесть И вот на этом Как раз И произошла беда Мы свалились В грубое язычество Которое Медленно Медленно Переродилось Христианство Вот что получилось Вот И еще хочется Добавить Здесь Люди Сидят Многие Из христианского мира И понимают Что христианство Это Так сказать Вернее Считают Что христианство Это шаг вперед По сравнению С тем Что было Я только кратко скажу В древности Вот когда это случилось Из этой беда Люди Не знали Велигии Это было Дорелигиозное Время Эпоха Дорелигиозная Люди Напрямую Они Они общались С Творцом С силами Творца Каждый человек Через Общее законное Мироздание Считал Вернее Не считал А именно Был Частью Творца И Созидал Он на земле Что-то Именно Выполняя Свою функцию Выполняя Свой Предназначение Даже не долго А предназначение И вот Получилось Что когда Эта замена Продошла Общие законы Закон Меры Закон Крайности Закон Равен Закон Маятника И других Там много Законов Их 20 с лишним Они были Оставлены Выброшены Как бы на периферии А взяты были Только законы Моисея Десять заповедей Вот эта беда Получилась Беда серьезная И Самая страшная Беда В чем Вот я Среди вас Христиане сидят Я вам сейчас Скажу в чем Вот Когда была потеряна Древняя цивилизация Вот именно Вот в плане Культуры Вот Забыты сказки Но это не в нашем народе Это в нашем народе Это не произошло Потому мы здесь С вами рассуждаем Это случилось На западе В основном Там Там Сказки были потеряны Легенды потеряны Исчезло Исчезло все Героический эпос Исчез И Вот Этим самым Племенам Я говорю про семитов Первые Они это приняли Все Им дали Вот смотрите Ребята Вот вам Ваша история Ветхий Завет Читайте Тут все ваши герои Тут ваши все предки Они все святые Но А вы-то читаете Ветхий Завет Знаете какие там святые Вы можете представить Бедных людей Которым говорят Древние герои Это ерунда На которых можно равняться Строить свое сознание Походить на них То есть Герои почти равные богам А говорят Вот эти вот ваши герои О И это же самое Перетекло в христианство Вот представляете Какая получилась трагедия Ведь фанатики христиане Тоже Они отрицают Древнюю цивилизацию И древний сад Говорят Бесовщина И былины тоже бесовщина А на самом деле За счет этих сказок За счет этих былин И построены наши русские души И почему нас считают На Западе язычниками А не христианами Они натуральны Ведь вы все язычники Потому что никто из вас Не ходит в церковь И не молится Иегове Или Яхве Ветхозаветного Бога Вы приходите И молитесь Отцу Небесному А Отец Небесный кто? Это же род Это древняя система Ценностей Вот какая штука А мы про это даже не знаем Благодаря этому Мы русские остались Наша церковь Это языческая церковь Это понимание Спасибо ей Она такая есть Как раз есть вопрос На эту тему От Яны Авакумовой Что из себя представляли Христианские святые Такие как Серафим Саровский Матрона Московская Николай Чудотворец И другие подобные имя Ну могу вам кратко сказать Все это были Эти люди были Все были Грубо так сказать Прямо в лоб А они были волхвами Почему? Я объясняю Дело в общем Истинное учение Христа Это как раз Дать Илудеям Общие Единые Законы Мироздания Он пришел Начал с первого закона Закона любви О котором только что Говорили мы Он начал с него Больше мы не успели Он не успел больше От него быстро избавились Так вот Все эти Вот о ком он сказал Люди Они Эти законы Основные общие законы О которых я буду писать Они отлично знали И они С паперки церкви То есть Отсюда Они эти законы давали Фактически Они были последователи Церкви Этого Церкви Сергия Радонежского Который умудрился Облечь Христианскую Вот эту вот Христианский камуфляж Вот Ведийскую Концепцию Мировоззрения То есть Вот что он сделал Поэтому Их называть Христианами Можно Потому что Они Христа Принимали Потому что И сам-то Иисус Что он делал Он давал Правильное Правильное учение Хорошее Чисто велическое Он не создавал Никаких религий Вы поверьте На самом деле Это потом После него Придумали Христианство Он просто давал Те законы Которые были утрачены На земле Забыты Именно Не нами забыты Там Не германцами Не балтами А иудеями Потому что На них этот Страшный Библейский эксперимент Именно на них Обошился Он и пытался Им помочь Он пришел к ним Да Ну а эти Вот эти вот Серафим Саровский Все Они эти законы То что хотел Иисус Они отлично знали Почему? Они знали Апокрифы Они знали То чего мы Не знаем сейчас То есть это люди Были свои Хотя они работали В церкви Ничего страшного Ну опять же повторюсь Очень много вопросов Про образование Это наверное Тонкий намек На то что нужно Эту тему проработать Потому что их тут буквально десятки Но сейчас Тоже несколько вопросов Можно ли ожидать вас в других городах Матушки России Например Нижний Новгород Как на местах Мы можем этому посадить Нижний Новгород Это моя мечта Это один из моих любимейших городов Я буду мечтать еще Может быть года два Потом попаду в него Потому что нет времени Вот сейчас у меня Вот сами знаете Вот только что сейчас сказал Вопрос Ладога Мангазея Новосибирск Вот эта экспедиция Она сейчас у меня здесь в голове И надо ее хорошо провести Сделать все возможное и невозможное Чтобы она прошла нормально Время уйдет Но если выкроет сам момент На землю Минина Обязательно съезжу Поклонюсь Минину там Вообще Великое дело В свое время совершили Нижегородцы В 1612 году Вот И город прекрасный Люди прекрасные И Волга великолепная Обязательно там побывают Как только выкроют Время Мне со временем Очень тяжело сейчас Есть достаточно такой Серия вопросов Про здоровье Про различные практики Например Являются ли древними практики Дыхательная гимнастика Здраво и жило Тренажер Провило Казачий спас Конечно Все абсолютно Я в своей книге Даю там Три техники дыхательные Почему я все это объясняю Без этого никак нельзя Попробуй объяснить В трех словах 2% кислорода Выгорело на земле После Великой катастрофы Выгорело Это 12 тысяч лет назад И мы сейчас Фактически Живем в обедненной Атмосфере Поэтому Чтобы Чтобы не стареть Чтобы не разрушаться Наши клетки не разрушались Надо каждому человеку Заниматься Не обязательно Воину там И йогу Каждому надо заниматься Вот Выжиганием шлаков Из организма Что происходит У нас процесс Ассимиляции Нормальный Идет А антиссимиляция Она тормозится Не хватает кислорода На выброс Ну как без них Этого не может Просто Наверняка не есть И люди Вот Древняя техника Очень хорошая Нормальная техника Так что еще Конкретно если по практикам Ну тут целая Правила Да Засчет правилы Вот это кстати Особая техника Только нужно место И правильно вам Наверное Нарисовать Или как Я не знаю Это настолько Мощно влияет На суставы На связки На силовые качества И на омоложение организма Настолько мощная Хорошая техника И кто к ней привыкает Потом он становится Как наркоман Если он не повисит То ему даже Что-то не хватает Понимаете Это хорошая Нормальная техника Статического Такого напряжения На растяжку Понимаете В чем дело У нас 80% Болезни от позвоночника Позвоночник садится Отсюда начинается Целый веер Разных болезней Когда человек Направили У него от позвоночника Молодой всегда Он попадает Раз Два-три раза В неделю Направил У него вытягивается Позвоночник И он молодым становится То есть Хрящи восстанавливаются Нет перехватов Нервных окончаний А это здоровье Поэтому это хорошая Нормальная техника И кстати Только сохранилась У нашего народа У немцев Чуть-чуть Есть какая-то память И то У восточных немцев Очевидно это от славян Они-то знают Кое-что Я разговаривал с ними А у нас это все нормально Во многих деревьях Эти штуки работают Особенно у нас в Сибири Есть опять же Целая серия вопросов Про основные законы Мироздания Ну Не буду зачитывать их все Крайне необходим Основополагающий учебник О единых законах Мироздания Все родные бога Кто что Как взаимодействовать Знаете Насчет учебника Вот этот учебник Если его написать Вот так Он будет таким нудным Его мало кто будет читать Мне придется написать Вот в этом стиле В каком я пишу Чтобы люди отдыхали Читали отдыхали В общем Я пишу то Что я на самом деле Сам прошел То что сам видел Я пишу об этом Вот Я напишу сейчас Как и том Об этом Это будет как учебник Все что смогу То сделаю Честное слово Но Единственное что Многие разочаруются в себе Я вам скажу прямо Многие поймут Ошибки Которые допустили по жизни Но Я вас прошу об одном Можно начать жизнь сначала И в 70 И в 80 лет И даже позднее Поэтому Не надо пытаться Внушить себе Что вы Ваша жизнь закончилась Если вам 80-90 лет Человек фактически Может управлять своим здоровьем Молодостью столько Сколько захочет Все дело в вас Кратко Я сейчас объясню Я все в книге напишу То есть вот Программа По программе мы живем И запрограммировано Наше подсознание И наше подсознание Начинает Человек сам-то может Очень долго еще жить То есть шкала Она 150 лет Это не остановка и дальше Но подсознание Нас убивает Нас убивает Разные болезни возникают В том числе и по старости Из-за того Что подсознание Бунтует Так вот Об этом как раз И будет у меня в книге Я не только напишу Про общие законы Мирознания Как своим подсознанием Управлять И быть молодым И здоровым В течение долгого Долгого времени То есть пока не устанешь Как это Устанешь жить Как наши предки Когда-то в Ариале жили Они когда уставали от жизни Тогда они от жизни Отказывались Но устать от жизни Тяжелая жизнь Конечно может каждый Вот Но лучше уйти на тот свет Здоровым Чем больным Если честно Есть так Достаточно много вопросов По Памятникам Прослых цивилизаций Ну например Что вы можете сказать Об открытии Демина На Кольском полуострове В районе Сейдозера Игорь Гильев Великое открытие Прямо скажу Я кроме Демина Сейчас был в Питере И людей в Сейдзере Которые там работали Там такие открытия Что уму непостижимо Понимаете Вот Одна беда Они почему-то Эти люди Спугались Все это обнародовать Спугались Что их не поймут Они Там те же самые руины Такие же Как у нас На Кольском полуострове Там подземные города Там пещеры стоят Куда шахты уходят Квершники идут Все это на самом деле На Кольском полуострове есть В центре там Громадный хребет Там статуи стоят Огромные Вырезанные Там драконы Головы людей Все это старое Выветренное Но хорошо еще Различимое Вы наверное знаете О чем я говорю Но пока про это Люди молчат Я не знаю почему они молчат Но сейчас мы договорились С ними вместе В одной команде играть То есть они сейчас будут Тоже все свои находки Выставлять А Демин был первым Кто он К этому подошел И его вклад Огромный И поклон ему Низкий за это Он молчина Вот как раз вопрос Считаете ли вы Артефакты Такие как Александрийский столб В трактовке Кунгурова Памятниками погибшей Цивилизации И второй вопрос Допускаете ли вы Справедливость Изложенной Теории О произошедших Пределах 300 лет назад Ядерной катастрофе Уничтоживающей Великой Цивилизации Насчет Ядерной катастрофы Которая 300 лет назад Произошла Наверное Все-таки Надо Спросить физиков Я просто Не хочу сам За физиков Отвечать Физики Они отлично знают 300 лет Это Излучение Было бы такое Что Мы бы сейчас Не жили здесь То есть Там миллион лет Он радио нахер излучает Миллион Поэтому Ясно Что этой катастрофы Термоядерной 300 лет назад Конечно же Не было Но я специально Сейчас был в Питере И пошел посмотреть На Этот самый На Исаакиевский собор Кто там был Наверное знает Что это такое Вот Но Что тут скажешь Вот Стоишь и смотришь На этот собор И что ты скажешь Квадрат Клуб стоит И все стороны Колонны Гигантские Мощные Точеные На станке Выточенные Они же на станке Все выточенные Хорошо видны Это полированные Но самое главное Не это Вы обратите внимание На ступени С одной стороны Ступени С двух сторон Справа Слева Ступени Для кого Вот такая высота Это же ступени Стоят Что вырезанные ступени Среди гранитные ступени Кто их делал Для кого Для дяди слона Что ли И слон там По ним не залезет Там надо иметь рост Наверное Метров 7-8 В высоту Чтобы по этим ступеням Бегать А в центре ступени Поменьше Для нас Ну кто там ходил Наверное помните Как ногу задираешь На эту ступень А нашего роста Явно не для нашего роста Сделаны Ступени То есть Не можно Тут приходишь К выводу Что Здесь Руины Древнего города Стояли Вот Причем Все это было Завалено Лесом Может быть Даже Океанскими Отложениями И тот же Александрийский столб Там же он стоял А может быть Его просто На этом месте Около него И поставили Вот это вот Зимний дворец То есть Такой ступени Сейчас Современная цивилизация Может это Двигать Такую тяжесть Инженеры отказываются И говорят Мы не можем Мы не знаем Что с ними делать Нет таких кранов Нет ничего Чтоб можно было Выточить Целиком Притащить Поставить Древние греки Древние греки Они парфенон свой Строили Из кусков Колонны Они целиком Не могли Колонны-то Точить Вот в чем дело Даже Храм этот Гигантский храм Вон Который стоит Храм Юпитера В Байбеке Там тоже Из кусков Колонны Там вроде бы Гигантская Платформа Колонны Из кусков А здесь целиком Вот вопрос Кто это мог Конечно Документы Можно подделать Можно все Что угодно Придумать Но я вам скажу Одну деталь Мне отвезли Сейчас Наши люди Отвезли У нас Выборг Я Выборг Не увидел Мегалиты Гигантские Мегалиты Те же самые Которые Мы нашли На Территории Горной Шури Но Самое интересное Там стоит капище Обнесенное Со всех сторон Обнесенное каменной стеной Такой высоты В Москве поберечь Там парк Как он Как этот парк называется Я уже забыл А? Да Это Монрепо Монрепо Вот по набережной Шли-шли Там раз Статуэтка Этого Вайнаменин Играет Поет Калевалу Оглянулся А тут кусок Какой-то Вырубленный Да И выложено Из огромных Гигантских Каменных блоков Все так же Стена выложена Если Кто-то Этой стеной Занимался Вот Строил Это капище И эту стену Строил То есть Очевидно Порт какой-то То наверняка Могли оставить Руины Руины Которые потом Были приведены В порядок О которых Вы меня спрашиваете Вполне возможно Потому что Здесь получается Мегалитическая Цивилизация Вот здесь Она и там Там мегалиты Может единственное Что они сделали Очень долго Работали над этим Они заново Отполировали Готовые колонны Вот эти Поставить леса Отполировать их Чтобы не блестели Там работы много Вот они и полировали Несколько лет А так Ну вот сколько У меня было Инженеров Знакомых Которые Кончили вузы И говорят Мы не знаем Даже с какой стороны Подойти к этому Не знаем Как это все делать А как это руками сделать Вообще не понятно Ну и ступени Думайте теперь сами Вот что это такое У нас к сожалению Остается не так Много времени Есть целая Стопка На вопросах Они по разному Сформулировали Но они об одном Об Украине О Несчастная страна Бедная страна Вернее Не страна Несчастный русский народ Который оказался За бортом Нашего Отечества Ну что я могу сказать Про Украину Могу зачитать Любой из вопросов Я могу сказать Что делать Что делать Могу То что я знаю Могу сказать Недавно я по радио Выступал Успел Кто меня слышал Наверное знает Что я сказал Недавно По народному радио Говорил Меня спросили на эту тему Что происходит Вот что происходит Во-первых Надо помнить Что западные украинцы Даже нашими Современными Антропологами Они не считаются Славянским народом Правда Наши антропологи Наши варан Они Они отнесли к татарам Какие там татары Там не татары Там иберийская группа Которая пришла Из Франции То есть это Галлы Галлы пришли В начале Первого века Новой эры И расселились И создали Галицию Часть из них Потом в Малую Азию Ушла Вот на этой базе И образовалась Западная группа славян То есть Базис славяне И галлы То есть другой менталитет Другое представление О жизни Более материализованное Сознание Отсюда Легко можно было Эту карту разыграть Дальше я не хочу говорить Там Венгрии пришли Там поляки пришли Все они там сложились Говорят Этим делом занялась Австро-Венгрия Правильно Австро-Венгрия Это ее был проект Разорвать Разорвать Пополам Развалить страну То есть оторвать часть Вот этой вот Правобережной Украины Оторвать В Европу А может быть И всю Украину Но Кто дал эту идею А подал идею Бисмарк В свое время Как он сказал Что русских Сколько не разъединяй Они опять Соединяются Как кртуть Значит надо сделать так Из Не совсем русских Сделать вообще Ненавидящих Русскую культуру Русский язык Все русское Все ненавидь То есть Начали создавать В начале 19 века Это давно началось В песне Это началось Еще вон когда Начали создавать Этнос Параллельный Этнос Но Не надо думать Что Это самое Еще до Бисмарка Это все началось Бисмарк уже потом Сказал на эту тему На него сваливают Я хочу вот что сказать Здесь Проект Который хорошо виден Кратко Я попробую Его сейчас В трех словах Объяснить Значит Вот какой проект В начале Новой эры Когда Галия Была завоевана Римлянами То Была открыта граница И через Рейн Переселилась Несколько славянских племен На территорию На территории Римской империи Вот Туда Переселились Два гост Племени Горных племен Это Тунгры И неметы Которые не были Славянами Которые Были Иберийскими народами Они С трудом Говорили У них язык был Очень примитивный Потому что Это полунеандертальцы Полу Полу Нормальные люди То есть Вот такая была Группа И вот Из них В этом котле Ватикан Сварил Язык И культуру Из Части славянских племен Из Тунгров И неметов Если кто побывал в Германии Вы наверное замечаете Что у германцев Восточный Западный У них другая антропология Более грубые черты лица Череп другой Это как раз Иберийские корни Так вот Потом Вот эта группа Приняв христианство Изменила язык И была Двинута Уже Империей Карла Великого Против славян Славяне не успели Объединиться И теперь Германская равнина Называется как Она называется Кладбищем Славян Вы наверное Это знаете Без меня Там погибли Четыре племени Лютичей Шесть племен Абадритов Сербые лужича Они погибли Все эти реки Которые в Германии Текут Это реки Они назывались По-славянски Рейн назывался Рина Эльба Лаба Одра Это Одр Вот И получилось так Что медленное вытеснение Завоевания славян Уже вот этим народом Искусственно создано Вот то же самое Сейчас делается На Украине Создается искусственный народ Придумывается Искусственный язык Из разных языков Там целый институт Работает По придумыванию Извращенных Русских слов Которые Вы понимаете Тут какая деталь Вот там говорят Украинский язык Ну нет украинского языка Это же как нет белорусского Это же как нет Языка сербов Как языка поляков Тоже нет Это Язык это что? Это когда люди Не понимают вообще Друг друга Это есть разные языки А так это диалекты Одного Разные ветви Одного языка Когда с поляком встречаешься Начаешь понимать О чем он говорит Встречаешься С чехом Начаешь разбираться В его языке Которые слова Не германские А наши слова Славянские Понимаешь запросто Помните Тарапуньку со Штефтелем Выступали Один говорил на украинском Второй на русском Ну и что Не понимали бы Тарапуньку Мы же понимали Это диалект Южно-русский диалект Всего-на-сего Откуда он появился Он появился Из-за того Что долгое время Эта территория Находилась где? Она была под поляками И польский язык Он вошел Органически Вошел в русский язык А еще в 15-16 веке Киевляне Свободно с новгородцами Со смолянами Говорили на одном языке Язык был единый Один язык Вот получилось Вот это вот То что долго под поляками Были Измене языка Но это тоже диалект Потому что польский язык Этот язык Тоже диалект Понимаете? Диалект языка Одного единого русского языка Древнего языка Очень древнего И вот сейчас Сейчас на Украине Идет тот же самый проект Создание Вот эту ненависть Впитывается Наполняет ненавистью Наш народ Русский народ Наполняет Используя Этих вот потомков Галлов Которые В Галицкой В Галловской территории Там обосновались Их используют Вот И создают Потому что немцы сейчас Воевать с нами Уже не будут Они навоевались За всю известную историю Столько Наконец до них дошло Что русский и немец Это одна раса Один народ Практически В Германии Когда побываешь Начаешь понимать Они это знают Даже националисты немецкие Вот заходим мы к главному националисту К Мантрину Рёдеру Я вот тороплю Сейчас уже Рима заканчивается Он сидит На кресле Ему под 90 лет Ему Под домашним арестом А у него Кресло А над креслом русское знамя Я говорю А что у вас знамя-то русское Он говорит Да потому что На Россию смотрим Если Россия падет Нам конец Нас растворят В Азии И в Африке Нам конец Мы погибли Нас не будет просто Вот вам пожалуйста Я говорю Вы понимаете Что мы один народ Да понимаем Наконец до нас дошло Но украинцы наши Этого не понимают Что с ними делают Они не понимают Что создают На их земле Создаётся Новая Германия Которая попытается В будущем Использовать В военном отношении Против нас Против Что вы думаете О Далее подставить Нужное Ну например Спрашивают О деятельности Писателя Общественного Делета Николая Старикова И депутата Госдумы РФ Евгения Флёборова Ну а что я могу сказать Я ещё добавлю Мединского Я не знаю Кто они там Что откуда Но вот когда читаешь То что они пишут Они же правду пишут Ведь очень много Действительно так Как они говорят Это на самом деле Взять того же Старикова Ну кто читал Знаете что творят Только единственное что Вот они там Вот англосаксы Англосаксы Вот они этих англосаксов Там корень квадратный Из них извлекают Да там за англосаксами стоят И друзья-приятели Хуже англосаксов Тысячу раз Надо это понимать Почему-то Стариков Вещи называют правильно Но вот не говорит Кто там за ними Ну очевидно Просто побаивается Я вот не боюсь этого Ну слава богу Вот А Мединский Вот помните Его книги Самые Мифы о Руси Ну о России Тоже у него очень хорошие книги Великолепные Ну а Федоров Ну с Федором Ну не согласен В чем-то я с Федором Ну в целом Играет он неплохо сейчас В общем пытается Что-то создать Базу-то хорошую сейчас Имперское у него направление Вот Ну что там Я с ним не согласен Что не согласен С тем С тем что якобы Возможно Элита Буржуазная элита Чисто национальная Но не будет этой национальной элиты У нас Почему? Потому что Любая национальная элита Которая поднимается Очень высоко Заполняется И мешки Огромными деньгами Она становится Интернациональной Это закон Любого буржуазного общества Ну что Он пока в это верит А может быть не верит Но так и мы сказали Чтобы он Эту линию вел Ну и слава богу Вообще Пользуясь от них От этих ребят Многое Слава богу Что они есть А если бы их не было Вообще тоска была Ну хорошо они работают Что ты скажешь Два вопроса Смысл Примерно такой Ваши книги Это вымысел Или вы пишете себя И в жизни вы такой же Как и в книге Да я вот На личные вопросы Как-то в личном плане Не люблю отвечать Какой я в жизни Ну наверное Я о себе Не могу ничего сказать Только я скажу Вот о чем Что все мои герои Они Нет мысла абсолютно Единственное что Меняю фамилии иногда Ну меняю там Несколько букв Чтобы не обижались На меня люди А некоторые Так и оставляют Только спрашивают А тебе можно написать Да пиши Ну и пишу об этом Вот так То есть все эти герои Они здоровые Нормальные люди Некоторые ушли из жизни Некоторые здоровые Сейчас живут Вот Ну а что я себе О себе могу сказать Ну наверное Я же не могу ничего придумать Я какой есть Так у есть Так и себе Я себе и пишу То что со мной происходило Но только одну вещь скажу Тут некоторые говорят Там ты себя какого-то героя строишь Я же половину не пишу Что на самом деле было Даже больше половины Если написать правду Никто не поверит Потому что в жизни бывают такие вещи Что Тут выбирают Господи написать Мы вдруг не поверим Ладно не буду трогать Вообще ничего Вот так А для некоторых людей Знаете для кого Для обывателей Которые из дома Не выходят на улицу Недельно Может быть покажется Что я что-то такое Невероятное пишу На самом деле Для того Кто постоянно Движется Кто постоянно В дороге Кто постоянно С людьми Там такие события Происходят С такими людьми Встречаешься Бывают И такие Я не знаю Предключения Что не в сказке сказать Не пиво писать Я вам если честно Ничего себе даже не рассказал В этих книгах Там какие-то Отдельные вкрапления есть А по жизни Там почти ничего Вот так Тоже свой главный вопрос На одну тему В третьей книге Описываются случаи Когда у Добрана Играли на рожках И других инструментах В результате Горой увидел Свои инкарнации Где можно найти людей Которые могут сыграть На этих инструментах Белоруссии Где в настоящее время Найти музыку Звучающую на древних инструментах Это все в Белоруссии Все сохранено сейчас в Белоруссии И там восстанавливаются Наши корни Белорусы ребята Знают свое дело Это наши люди Родные наши братья Вот И древние инструменты Там целый ансамбль Ищет по возрождению Древней музыки Вот так Надо смотреть туда Сейчас в Белоруссии Все это восстанавливается Ну целая серия вопросов О славяно-арийских ведах О родноверии О учении Анастасии Ну я думаю нужно Несмотря на Как это прокомментировать Вот знаете Это провокационные вопросы За счет ослоян-арийских вед Я бы не хотел на эту тему вообще распространяться Потому что здесь много людей Я не говорю про вас Вообще у нас в России Которые Ведь у нас Вот знаете Я когда побывал в Германии Изучал ее То пришел к выводу Что русские Что немец Одинаковы Мы настолько доверчивы Нас так легко Можно вокруг пальца Обвести И вот иногда Нам подсовывают Галиматюр Который тошнит И вот Получилось так Что Даже с благородными Какими-то целями Что-то подсовывается А цели-то благородные Говорят Это нормально Это надо Да, надо Да Но ведь не так Поэтому на эту тему Говорить не буду Распространяться я не буду Потому что Здесь Могу кое-кого обидеть Потому что люди Люди Которые вот этим путем идут Они Искренние И на самом деле Наши родные По духу И это настоящие патриоты Я только другое скажу В чем суть нашего народа Почему такая ненависть К нашему народу На Западе Наш народ Может все что угодно Проглотить Любой яд Хоть что Вот сейчас проглотили мы Либерально-демократическую идею Вот этот вот Библейский проект В другой форме С дубиной С топором Да И с петлей И мы его перермоловали Мы вот Вот сейчас недавно Я вам говорю Про этого Еврея Васурмана Который Отругал всех наших Придурков Которые там Цепляются За эту За идею Именно вот Либерально-демократическую Все Она кончилась Мы переварили ее И остались теми Кто мы есть И ничего с нами Это не случилось Вот сила русского народа Духовная сила Поэтому бояться Этой вот Беды Большой беды Нет этих Славянно-арийских Вед Люди Пытались Дать правду Поэтому бояться Их не надо Что-то Оттуда можно взять Смело Где-то Что-то напутанное Поэтому Сильно Переживать На этот счет Не надо Пройдет время И все И мы так же Как и Люберами Демократическую идею Разберемся С этими ведами И пойдем дальше Это мощь Нашего духа Она может Все Поэтому нас так и не любят Все что угодно Нам подбрасывают Мы перемалываем Перерабатываем Под себя А потом на этом Строим свое будущее Это дух Нашего русского народа Великолепно Георгий Целая серия вопросов Еще скажу До конца Я не сказал Вот Я про эти веды Сказал Да только А теперь Ну надо говорить Ладно Все А то я Давай Есть серия вопросов Очень простых Но тем не менее Таких они живо Интересуют Читателей Очень интересные Экспедиции Георгия Сидорова Как можно присоединиться К ним Если да В каких экспедициях Когда И просто стопочка такая Я про Анастасию не сказал Я сейчас Сразу скажу Потом Вот Там же был вопрос Про Анастасию С Анастасией Беда вообще Очень много людей Повелось На этот проект Проект для разрыва Сознания Пополам То есть Здесь серьезно Проект был заложен И очень хитро продуман Он действует На эмоциональную сферу Сознания Особенно женщины Повелись Очень сильно Поэтому С Анастасией Я думаю Это проект Который Был создан для того Чтобы создать На территории России Молтифундии огромные Помещичьи усадьбы То есть Покупают люди Эту землю На одном гектаре Невозможно Что-то построить Вы сами понимаете Не прожить Поэтому они будут Потом продавать Это все Кто-то это все Скупит И потом будет Новый помещик Который будет Эксплуатировать Тут других Собственно С этим надо Разбираться Вот и все А теперь я отвечу На второй вопрос Вопрос Собственно Касательно Как можно Поучаствовать В экспедиции Не один человек Спрашивает Знаете Насчет экспедиции У нас Вот это Поучаствовать У нас многие люди Хотят поучаствовать Знаете Кто нужен Сейчас нужны физики Причем физики Альтернативщики Сейчас нужны физики Кто занимается Вакуумными теориями Физическим вакуумом Кто занимается Теорией поля Кто занимается Эфирной теорией Вот такие нам нужны Люди сейчас Понимаете Не просто Ломовая сила Такая мощная Хорошая Русская Духовная Но нам нужны Люди Которые могут Что-то понять Вот в том Что мы нашли Вот А насчет корабля Насчет морской экспедиции Здесь У нас уже Подобран коллектив Люди из Германии Придут Наши родные люди По духу Они так и говорят Привет русские браты Привет немецкие братья Они будут участвовать В этой экспедиции Двое ребят И наши Наша группа Придет Из Сибири Из Северного Северного Кавказа То есть там тоже У нас есть Но Я могу вам Одну вещь сказать Не обязательно С нами участвовать Я написал В своей Статье небольшой Насчет этого Не знаю читали мы Или нет Есть все это В интернете Мне попросил Так же как и мы Создавайте Поисковые экспедиции На местах Вот как это сделали В горной шоре Ребята Они там создали Экспедицию И они потом Нас туда привлекли Вот то же самое Можно сделать По всей России И на Камчатке И на севере И в Путарана И где угодно То есть Везде Собрались Несколько человек Просто так Устраивать эти походы Ради развлекаловки Да Это глупо А вот когда ты Идешь Что-то пытаешься Увидеть Понять Наносишь на карту Маршрут Находишь что-то Отмечаешь А потом сообщаешь Центр Тут конечно же То есть Нужно что сделать Нам всем организоваться И работать В одной команде Мы всех не можем Сразу Ну забрать к себе Но вот так Можно работать А потом где-то Что-то появится Мы приезжаем Вместе работаем Чтобы люди Портреты свои Находки свои Чтобы это все было В интернете Чтобы можно было Своих героев Говорить Вот герои Вот они Они это все сделали Вот эти парни смогли Вот надо что делать Понимаете А мы уже потом Ну как получится Понимаете как Вот это можно сделать Запросто Последний вопрос Не могу вам Почитать Про птический крик души Что? Как стать вашим учеником Мы хотим учиться у вас Это вопрос Не единственный Он просто Ой А чему Воинскому Или чему учиться? Если воинскому То ничего сложного Тут нет Вообще Тут все просто Вот мы Значит Здесь сейчас Решаем один вопрос Серьезный вопрос Насчет учебы Получилось так Я приехал всего на один день В Краснодар На завтра Надо было уезжать А там собрались Краснодарцы Казаки Краснодара Масса людей Я пришел Как раз Четвертый том у меня Думаю Ну сейчас закидают Тухлыми яйцами И помидорами Там за то что За полигамные отношения То что там у меня написано Думаю сейчас не дадут Одни женщины сидят Мужчин мало Я говорю Ну я сдаюсь Пришел сдаваться вам Они говорят Да нет Георгий Васильевич Мы все поняли Нам все понятно Не в этом дело Мы хотим учиться Кто хочет учиться Да мы хотим Мы же все родители У нас дети Детей огромное количество Мы не знаем Что своим детям дать Что им Вот мы растерялись Мы понимаем Что их съест потом система Она просто их заживет И от них ничего не останется И мы сами путаемся Что хорошо Что плохо У нас уже все перепутано Мы готовы работать Мы готовы помогать Я потом начинаю разбираться Оказывается Их не удовлетворяет Школа Щетинина Щетинина школа Прогнется под христианами И они хотят Значит что-то другое Да Щетинин несколько раз Меня приглашал Чтобы я ему помогал Потом отказался Когда я приехал Он говорит Вообще я не хочу с тобой встречаться Потому что если тебя увидят То мне денег не дадут Я уже сейчас работаю С церковью С нашей христианской Можно подумать Что я против церкви Вот так они подумали И вот сейчас У нас там Идея такая Появилась Построить Небольшой центр Для родителей Да и для детей тоже В Краснодаре Потому что там Это было первое Первое такое вот желание Я говорю Ну давайте тогда Как-нибудь соберемся Мы сложим Наши средства У нас есть возможность Вопрос землей решить Это можно сделать Но вообще Знаете что Чтобы такие вот Центры поставить Одного центра Мне надо сотни Ставить по России Вы Дождитесь в мою книгу Об общих законах Мироснания И тогда Будет ясно Это будет такой учебник Который Позволит Многим людям Легко и просто Понять Некоторые вопросы Жизни И Это пойдет Нашим детям Я думаю Это совсем не сложно АПЛОДИСМЕНТЫ